Виртуальная память Сегодня у нас дедлайн по первой домашке Дальше будет минус балл за каждый день просрочки Напоминаю, что можно прислать хоть что-нибудь Что напоминает решение И можно будет отсрочить дедлайн Потом доделать Так Ну типа у тебя не будет штрафа У тебя не будет штрафа В прошлый раз мы говорили про процессы Про то, как они устроены И память мы коснулись совсем немного Только про то, что она состоит из секций Что у одного процесса эти секции делятся между разными потоками Что у процесса есть Помимо памяти еще файловые дескрипторы В первую очередь сигналов И ресурсы для взаимодействия с другими процессами Вот так выглядит Разметка памяти процесса Которую мы в прошлый раз разбирали Там стэк, куча Область динамических библиотек Программы и прочее Кто не был, напомню Что в прошлый раз мы еще смотрели файловые дескрипторы Как они появляются Что одни и те же файловые дескрипторы Что разные файловые дескрипторы Могут указывать на одну и ту же позицию файлей Вместе двигаться Что когда делается форк Файловые дескрипторы между двумя процессами делятся Они имеют одинаковые файловые дескрипторы Мы смотрели, как сделать пайп между двумя процессами Как это все устроено в ядре И более-менее в юзер-спейсе И сегодня мы копнем глубже в память И план лекции будет такой Мы посмотрим с самого низа Как устроена память Начиная с регистров и всех уровней кэшей Посмотрим, как устроена оперативная память На аппаратном уровне Посмотрим, как поверх нее ложится виртуальная память Как эта виртуальная память управляет ядро И каким образом она нам доступна в юзер-спейсе И наконец самый верхний уровень Это локаторы поверх виртуальной памяти Всего уровней памяти довольно много Пирамидка на самом деле больше, чем ее обычно рисуют Самый первый уровень это регистры Конечно, это самая быстрая память Но она же самая маленькая Дальше идет кэш Ну и дальше они так по возрастанию идут Чем память ниже По этой пирамиде тем она больше По объему и тем она медленнее После кэша идет оперативная память Потом обычно идут не просто диски А идут флэш-диски Отдельно магнитные диски Магнитная память, магнитные ленты Диски в том числе Не только диски Ленты еще забывают Мы будем сегодня смотреть регистры кэш Оперативную память И диски мы особо смотреть не будем Ну и вот так устроены эти уровни Чем ниже спускаемся, тем больше объем Но тем меньше скорость Начнем с регистров Это довольно простое устройство Регистр За счет того, что он относительно простой И он очень близко к процессору Физически находится К осциллятору Который генерирует такты Он является самой быстрой памятью в компьютере Но не только за счет этого Есть еще Играет немалую роль тот факт Что регистры Они не связаны с виртуальной памятью То есть все процессы Которые запущены на этом процессоре Они видят одни и те же регистры И регистры это не какая-то память виртуальная Которая у одного процесса указывает В одно место, у другого в другое За счет этого процессору не нужно Преобразовывать эти регистры В еще какие-то адреса Ему просто говорят Работаешь с таким-то регистром Он работает Он не транслирует ничего За счет этого регистры еще быстрее Вот так Почему тогда возникает вопрос Почему просто все не сделать на регистрах Раз они такие простые, быстрые Но они на самом деле довольно дорогие Устройство Схема электрическая Как устроен регистр Она довольно простая Но дорогая в производстве И занимает много места В отличие от более медленной памяти Ну и она сложно реализуется Вырастет стоимость создания процессора Никто его покупать не будет Это никому не надо Поэтому такой компромисс Регистров мало Но их в принципе хватает Ну и еще у них минус Что их нельзя менять Вообще никак Они просто запаяны внутрь процессора И все И мы не можем с ним ничего сделать Не добавить Не убрать Довольно сложно было найти Картинку этих регистров В смысле реальную фотку Они бесконечные рисунки Но вот так вот выглядят регистры Такая плата И там миллиарды транзисторов Рядами так расположены Вот Регистр Это на самом деле Не просто одна схема Это комбинация схем Каждый из этих схем Описывает один бит И состоит каждая такая схемка Каждая такая схемка Называется триггером Или в английской литературе Она называется The Latch Кризичный триггером Суть этой штуки в том Что она состоит из По-моему Шести транзисторов И она способна Сохранять заряд При этом она не нуждаясь В постоянном обновлении Подпитки какой-то Ну Ее нужно там ток давать Но она не так теряет заряд Как оперативная память В общем Это очень быстрое Надежное хранилище Одного битика И работает оно вот так Но тут схема Не совсем на транзисторах Она на На такой штуке Логической Под названием NAND Not End Это такая операция Через которую можно выразить Все остальные операции Булевые алгебры Через нее обычно рисуют Триггеры Потому что это просто Выглядит просто Ну вот А сам NAND Он уже на триггерах Там Разные реализации На самом деле Триггеров есть И вот Есть такой сайт Где можно посмотреть Анимированную версию Этой картинки Где можно самому Покликать Посмотреть Как он работает Я здесь несколько Основных моментов Расположил В общем У триггера Это напоминаю Один бит просто У него есть два входа Первый вход Принимает заряд Или не принимает заряд Заряд есть Это один Заряда нет Это ноль И второй вход Принимает Ну второй вход Служит для того Чтобы сохранить Значение Вот на этом входе То есть Мы сюда что-то подаем И здесь как бы Кнопку нажимаем И говорим Сохрани вот это То что здесь Вот как это работает Вот сейчас здесь Заряда нету Здесь тоже ничего нет Я говорю Я хочу сохранить ноль Вот я включаю Ну там ноль и был Поэтому ничего не поменялось Я обратно выключаю Тоже ничего не поменялось Потом я включаю здесь И у меня там заряд не появился Потому что я эту штуку Не подал сигнал Как бы кнопку не нажал Вот я ее нажимаю Там заряд меняется Теперь самое интересное Я убираю Заряд То есть я как бы кнопку нажал Отпустил А заряд там остался И можно эту штуку Уже тоже выключить И получается что Больше ничего не подается А триггер хранит бит Вот Ну и он отличается тем Что это он делает Очень быстро Прямо мгновенно Практически За один такт процессора Можно вот прочитать Целый регистр Со скоростью процессора Работают регистры Это был один Один триггер Регистры Они могут там По 2 байта быть По 4 байта По 8 байта Вот каждый регистр Он состоит из кучи Таких транзисторов Расположенных в ряд Как мы видели на предыдущем слайде Ну и такая схема Реализации хранения бита Она не только для регистров Характерна Регистр быстрый Не только потому Что он так делает Хранение бита Кэши тоже так хранят И это называется Статик Рандом аксесс мемори У нас есть рам Которые обычно говорят Что рам Это равно Оперативная память На самом деле нет Рам Бывает двух типов Динамик Рандом аксесс мемори И статик Рандом аксесс мемори Вот так вот Статик Рандом аксесс мемори Хранит И регистры все хранят Вот так Вот Ну и регистров Регистров довольно много Разных Которые нам доступны Недоступны Всего несколько десятков Их обычно Часть из них Нам недоступны Никак Их используют Всякие дривера Другие устройства Часть из них Мы можем использовать Это Вот Это регистры Типа Может быть По-любому Кто-нибудь слышал EAX EBX ECX И прочие Которые на E Начинаются Мы их можем Прям в ассемблере Использовать Когда пишем Даже в C-шке Можно ассемблерные вставки С ними делать Ну и все Многими другими Вот Да Там еще даже Не 8 Байт Может быть Вплоть до 16 Байт Может регистр быть Но все равно Их довольно мало И поэтому Много там не сохранишь Поэтому есть еще Кэш Кэш Это полностью Независимая память От всего остального Полностью скрытая От всех остальных Уровней памяти То есть Ни процессор Ни наш Ни наш UserSpace Ни KernelSpace Они не знают Ничего про кэш Ну то есть Мы знаем Но мы не можем Полагаться на то Сколько там В нем уровней И прочее Процессор Он все Все свои обращения К памяти Направляет через кэш Как через прокси Такой Мы сейчас не говорим Сколько там уровней В кэше Просто есть такая Сточность как кэш И процессор Через нее Всегда обращается И кэш В своем контроллере Уже сам решает Когда ему Какие данные Надо оставить В себе И потом Из себя Их отдавать Какие надо взять Из оперативной памяти Как вытеснять Все это реализуется Вот Отдельно В этой штучке Процессор Этим сам Не заботиться На самом деле Кэшей Это раньше И не было То есть Кэши появились Как способ Решить Одну Вполне Конкретную Проблему Когда Кэшей Еще не было Тогда Процессоры Были довольно Медленные По скорости Сравнимые С тем Как мы Пишем В оперативную Память Здрасте То есть Скорость Записи В оперативную Память Которая не Кэша А уже В Мейн Мемори Она была Сравнима По скорости С тем Как процессор Работает Просто Не успевал Писать Он уже Отправил Запрос Написать Ему уже Ответ К следующему Так Кто Пришел Потом Процессоры Стали становиться Быстрее 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 А память Скорость Работы Памяти Мы сейчас Посмотрим Почему Она Не может Просто Невозможно И так быстро Расти Как растет Скорость Процессора И поэтому Появилась Такая проблема Что процессор Говорит Вот этому Контакту Его можно И как бы Сразу К памяти Подсоединить Но в итоге Принимает Это кэш Он говорит Я хочу Прочитать Такой-то адрес И пока Этот адрес Читается Процессор Просто Простаивает Так-то Идут Электричество Потребляется Процессор Ничего не делает И поэтому Нужно было Как-то Смягчить Вот эту Задержку В отправке Запроса На чтение И получение Ответа на него И так Появились Кэши Как уровень Как такая Между процессором И памятью Когда кэш Придумали Это сейчас актуально В общем Суть кэша В том Что он использует Эксплуатирует Два типа Локальности Данных И инструкции Первый тип Это временная Локальность Второй тип Это пространственная Локальность Пространственная Локальность Это когда Мы Читаем Что-то Когда мы Читаем Что-то И Мы знаем Что мы Скоро будем Читать Соседние данные Например Есть буфер На 128 байт И я его читаю Кусками Какими-то Процессор Контроллер Кэша Заметит Что я читаю Одну и ту же память Загрузит ее И в следующий раз Она будет браться Из кэша Вот этот Вызов Например Возьмет Закэширует Все А остальные Уже будут По кэшу И временная Локальность Это когда мы Одни и те же данные Используем Много раз Подряд Например В цикле Когда Переменный Итератор цикла Там инкрементируется Проверяется Он постоянно Из кэша Достается Ну и кэш Он делится На два На самом деле Типа кэшей На кэш Для инструкции И на кэш Для данных Отдельно Почему так получается У нас вроде Компьютеры Фоннейм То есть у нас Память Должна хранить Не зная Про то Хранит она Данные Или инструкции Сначала Так тоже И было Но Заметили Что Слишком разный Характер Доступа К кэшу Инструкции К кэшу Данных То есть Например Инструкции Мы очень редко Меняем Есть такая Возможность Менять код Который Мы прямо сейчас Исполняем Но обычно Так не делают 99% И 9% В периоде Такого не будет Поэтому Кэш инструкции Он может Проще Относиться К обработке Инвалидации Своих страниц При записи Во-вторых У него больше Пространственная Локальность Если мы Инструкции Они как бы В секции Текст есть В файлике Каком-то И мы знаем Что можно их Подряд грузить И почти Наверняка Будет попадание В кэш Очень высокое А с данными Так нельзя Данные генерируются На ходу Почти все время И С ними Это не особо Работает Поэтому Кэш Разделили На два Типа И Кэш Данных Сделали Многоуровневым Вплоть до Четырех Уровней Бывает Кэш Данных Вот Ну и Они различаются По скорости Доступа Там На первом Уровне Инструкции Данные Еще разделены Дальше Здесь уже Инструкции Данные В перемешку Хранятся Там уже Кэши Большие Поэтому Там уже Не страшно Кэш первого Уровня Он маленький Поэтому Там надо Очень сильно Экономить Кэш первого Уровня Это всего Десятки Килобайт И Доступ К нему Почти такой По скорости Как к регистрам Что-то в районе Единиц Тактов Тактов За Наносекунды Если Мы Берем Современные Процессоры Там Порядка 3 ГГц Какие-нибудь Обычные Лаптопы Второй Уровень Он Размером Единицы Мегабайт Десятки Тактов Единицы Наносекунд Третий Ну В общем На порядок Возрастает Каждый раз Когда уровень Увеличивается Почему Так Получается Что Кэши Вроде бы Они все Они все Одинаково Реализованы То есть Все Кэши Вот эти Которые Рассказывают Это все Статик Random Access Мембри Это все Срам И Они Реализованы Абсолютно Одинаково Отличаются Только Размером Ну И еще Кое-чем И Почему Получается Что у них Такая Разница Большая Для тех Кто Не был Прошлый Раз Напоминаю Появляется Лампочка Можно Отвечать На вопрос Получить Два Балла Они Не Даже Не Даже Если Во все Одновременно Сходить Там Не сильно Что-то Поменяется Сначала Запрашиваем Ну Да Мы Там За Один Так Мы Запросили Ничего Не Нашли А В Следующем Уже Десять Тактов Ищем Почему Что-то Не Сходится В Следующем Мы Тогда Искали За Два Такта В Суме Если Б Так же Работал Мы Ищем За Десять Тактов За Сто Так Что-то Тут Не Сходится Почему У нас На базе Говорят Лечим Дальше От Оперативной Памяти Короче Мы Быстрее Сво Вопрос Да Почему Быстрее Вопрос Они Реализован Одинаково Все Эти Кэши Они Статик Рандом Аксесс Мемори Все Ну Да Потом На Листочке Фамилию Как Обычно Ну Да Во-первых Ток Реально Ток Идет Дольше Как бы Это Странно Не Звучало Но Когда Мы Говорим На На Секундах Скорость Хода Тока Она Тоже Играет Роль Расстояние Буквально Вот эти Сантиметры До Процессора Миллиметра Они Тоже Стоят Такты Ну И Во-вторых Чем Во-вторых Чем Больше Размер Кэша Тем Вот У нас Есть Десяток Килобайт Этих Триггеров В которых Надо Что-то Поискать И У нас Есть Десяток Мегабайт В которых Надо Что-то Поиск Сделать Параллельный Поиск В 10 Мегабайтах Довольно Сложно Поэтому Кэши Они Не Всегда Ищут Параллельно Сразу Во всех Ячейках Там Единовременно Там Поиск Он Такой Как Бочти Линейный Просто Аппаратный И Поэтому Очень Быстрый Получается В сравнении С тем Если Это Делать Программно Поэтому Чем Больше Кэш Тем В нем Дольше Искать Получается Вот Так Вот И Немножко Цифр Что Стоит Дорога До Кэша Ток У нас Идет Со Скоростью Света Значит В идеале На самом деле Он Идет По Проводам Он Не Будет Идти Со Скоростью Света Будет Медленнее Вот И Возьмем Какой-нибудь Процессор 3 ГГц Вполне Себе Такой Нормальный Вносительно Современный Процессор У меня На Маке Меньше Даже И Тогда У нас Один Такт Будет Треть На Секунды Длится За Треть На Секунды За Один Такт Заряд Пройдет Всего 10 Сантиметров Если У нас Кэш В 5 Сантиметрах От Процессора Он Будет Туда Сюда Пройдет Уже 10 Сантиметров Потратится Такт Ну и Сам Кэш Довольно Здоровый На самом Деле Такая Площадка Большущая Пока В ней Заряд Будет Гулять Искать Компараторы Будут Сравнивать И Придумали Кэши Друг На Другом Ставить 3D Кэши Получаются Такими Там Появляются Проблемы Правда С охлаждением Потому что Непонятно Как Кэш Между Двумя Другими Кэшами Нагревается Надо Как-то Охлаждать Но Зато Там Очень Сильно Получилось Скорость Экономить В этой Пэпере Которой Можно Загуглить Там Первая Ссылка Будет Если Посмотреть 3D Кэш Правда Статья Старая И что-то Я не видел Чтоб Это В жизнь Воплотили Наверное Производство Дорогое Получается Не знаю Ну Суть В том Что Скорость Реально Увеличится Если Кэши Друг Над Другом Поставить Еще Слышал Что Какой-то Сферический Кэш Хотят Сделать Процессор Попробовали На Сам Деле То Самое Там Проблема Будет Перегревом Так Как я уже говорил Когда процессору нужны данные Или инструкции Он всегда ходит через кэш Хотя у него на самом деле Есть прямой линк К шине Шина Это такое устройство Грубо говоря Это просто провод Такой На который можно Выставлять какие-то биты И другое устройство Ожидает Эти биты Оно их считывает И вот Это такая штука Через которую Общаются Разные компоненты Процессора В том числе Процессор Может общаться Напрямую С оперативной памятью Через эту шину Кэши Через шину Обращаются Процессоры Друг с другом Могут общаться Через шину Мы потом Посмотрим зачем Вот Но это все Довольно много Времени занимает На самом деле Да И поскольку Кэш у нас Многоуровневый Возможно Кто-то уже Задумался Каким образом Кэши Договариваются Разного уровня Какие данные Кто будет хранить И есть Целых три способа Как можно Договориться О том Кто какие данные Хранит Это называется Политиками Включаемости Хэша И перевел На русский Почти Транслейтом Я не знаю Как это на русский Нормально перевести В общем Вот Инклюзив полиси Это называется В английской литературе И вот Есть буквально Алгоритм Инклюзив Когда Все кэши Друг в друге Состоят Это Может показаться Довольно глупой Затеей Но На самом деле Это очень просто Зато реализуется Мы Просто По одним и тем же Правилам Кладем в кэши На одни и те же места Одни и те же адреса И все И не нужно запариваться С тем Что один кэш должен Что-то из другого Выпихивать Перекладывать Эксклюзив Но даже на картинке Видно Он гораздо больше Уникальных данных Нам позволит Закэшировать Другой вопрос С какой ценой Он это сделает Мы это посмотрим На следующих слайдах Довольно сложно Реализуется Эксклюзив хэш И есть еще Гибридный хэш Нине Это расшифровывается Как not inclusive Not exclusive Вообще не представляю Зачем может быть Нине Но тем не менее Он есть Наверное Какой-то академический Интерес было Сделать Inclusive кэш Вот Пусть процессор Читает Икс И у нас есть Всего два уровня Или один Или два Можно и три Как бы добавить Там общность От этого не потеряется И у нас есть Три случая Когда вот Икс допустим Есть в Кэше первом Тогда мы просто Вот тут читаем И все Допустим Что у нас Он лежит Во втором кэше Первый Занят Каким-нибудь Игреком И Тогда Сначала Икс переместится В Кэш первого уровня То есть Процессор Он в инклюзив Не читает Из Из кэшей Не первого уровня Он сначала Все перекладывает В первый уровень А потом Из него читает Вот Ну и возможно Что-то Выкидывается Из-за этого Есть еще Третий случай Когда у нас Вообще Нигде ничего нет Только Какими-то Игреками Там все Забито Тогда он Читает В оба Кэша Потому что Инклюзив Если запись Есть в L1 То она должна Быть в L2 Поэтому он Читает в оба И может Так получиться Что Из второго Кэша Вытеснется Что-то А из первого Оно при этом Не вытеснется И тогда У нас нарушается Инклюзив Получается Что в L1 Есть Y А в L2 Его нет И здесь По-моему Единственная Сложность Всего этого Алгоритма L1 Приходится Инвалидировать Этот Y Какое-то Приседание Тут все-таки Получается С этим Эклюзив Но это Самый простой Вариант Какой-то Есть Остальные Сложнее Да Ну вот И берем Из L1 Опять Всегда берем Из L1 Эксклюзив Кэш Он работает Так Ну Те же Самые Почти Случаи Смотрим У нас Есть В L1 Когда есть В L1 Мы просто Берем Из него Всегда И все Это Общее Что у Всех Трех Алгоритмов А потом Смотрим Что если У нас В L2 Есть В L1 Нет Мы Не можем Просто В L2 Скопировать В L1 Как мы Делали Это В предыдущем Варианте Потому Что Тогда У нас Будет X И В L1 И В L2 Тогда Нарушится Exclusive Так Что Мы Копируем В L1 И За L2 Удаляем Вот Так Ну И Читаем Опять Из L1 И Может Быть Так Что Нигде Ничего Нет Тогда Мы Читаем Только В L1 И Оттуда Забираем Вот И Все Теперь Вопрос На Этой Картинке Вот На Этом Слайде Получилось Что Из Этих Кэшей Из Не Первого Уровня Записи Только Удаляются Как Вычисляются Смысл Не Предзагружается Все В L1 Сразу Вот У нас Пример Живот У нас Ничего Нет Мы Хотим X Предзагрузить Он Только В L1 Предзагрузится Прочитаю Вытесняется Что То Из L1 В L2 Ну Да Правильно Какой-то Лимит На Количество Ответов Вводи На Человек Короче Вот За счет Вытеснения Из Предыдущих Кэшей Данные Не Просто Теряются Они Мигрируют В Нижние Кэши Нижние Кэши Они Называются Виктим Кэшами Ну И В него Всякое Старье Сбрасывается А в L1 Все Новое Лежит Так Это Работает И Как Обычно Читаем Из L1 И Наконец Нине Кэш Not Inclusive Not Exclusive Как Теперь Что Будет Если В L2 Есть X В L1 Его Нет Есть Какая Другая Фигня Тогда Мы Просто Его Перезадрем То есть Мы Делаем То же Самое Что Делали В Inclusive То есть Exclusive Уже Нарушился Уже У нас Есть Одинаковый X Тут Теперь Последняя Ситуация Что Нигде Ничего Нет Мы Пишем В оба Может Получиться Так Что За L2 Что-то Выкинется И Тогда Получается Что Это Не Not Inclusive Потому Что В L1 Есть X А В L2 Нет Нарушилась Exclusive И Inclusive Получился Нине Но Где-то Он реально Используется Можно на Википедии Прочитать Я так и не понял Зачем Но Существует Ну Это все Обобщается На L3 На L4 Кэши Это мы сейчас Смотрели Политики Чтения Из кэша И политики Вытеснения Немножко Коснулись Есть еще Политики Записи Что делать Если Запись Попала В кэш И ее Процессор Обновил Ну Самый Простой Вариант Просто Инвалидировать Эту Запись Все Но Примерно Так и работает Метод WriteFru Просто берем И перезаписываем Через все кэши Сразу Оперативную память Это конечно же Очень долго будет Потому что Придется ждать Пока запись Кончится И мы опять Опустились В век Медленных Процессоров Где они По скорости Сравнимы С памятью Но Это тоже Имеет Смысл Например Если У нас Какая-нибудь База Данных И Мы хотим Чтобы У нас Все данные В оперативной Памяти Были Всегда Представлены А не Оседали В кэшах Бывает Так Что Из-за То Что Какие-то Переменные Оседают В кэшах Какие-то Там Данные Есть Какие-нибудь Штуки Которые Ожидают Их Увидеть В оперативной Памяти Бывает Что Нужно Оперативную Память Записать Но Обычно Используется Writeback Это Когда Мы Меняем Запись Прямо В кэше И Устанавливаем У нее Флажок Что Она Грязная При этом Процессор Может Продолжить Эту Запись Читать Но Когда Из Кэша Эта Запись Вытеснется Она Не Просто Удалится Она Нас Бросит В Оперативную Память Если У нас Какой-нибудь Эксклюзив То Он В общем Это Отложенная Запись Такая Получается Которую Процессор Может Вообще Говоря Делать В фоне Когда Он Не Сильно Нагружен Он Может Заняться Чисткой Кэшей От Грязных Записей Но Тут Появляется Проблема Что Нам Нужно Синхронизироваться С Другими Ядрами У нас Процессор Может Не Один Быть Даже В одном Процессоре Может Быть Много Ядер С Все В памяти Всегда И Просто Берем И читаем Из памяти Но Мы же Хотим Чтобы Все Работало Быстро Поэтому Лучше Придумать Как Синхронизировать Кэши Между Ядрами Сначала Посмотрим Перед тем Как мы Перейдем К Многоядерным Всяким Проблемам Многопроцессорным Как Устроен Как Устроен Отдельно Взятый Кэш Любого Из Уровней Они Все Одинаково Примерно Работают Массива Кэшлайнов Он так и называется Кэшлайн И по-русски Кэшлиния Из массивов Кэшлинии Каждая линия Она Имеет размер 2 в степени Раньше Это было 5 Потом 6 То есть раньше Было 32 байта Потом стало 64 Кэш Хранит Вот эти непрерывные Куски По 64 байта И По какому Адрес Какой адрес Он закешировал Начиная с какого Адреса Он закешировал Эти 64 байта И при этом Кэширует он Всегда адреса Начиная Кратный 64 То есть Вот эти все Адреса Они в двоичном виде Последние 6 битиков Нулями имеют И вот мы знаем Что у нас Вот эти данные Начинаются С такого адреса И меньше 64 байта Ну и Таким образом Можно адресовать Там любой байт И Я тут псевдокод Накидал На самом деле Это конечно Все аппаратно реализовано Но если попытаться В сишку обернуть То выглядит Примерно так Когда мы хотим Что-то прочитать Из кэша Ее нам передают Адрес Адрес вообще Говоря это Unsigned long Всякие звездочки Это сахар Для Синтаксический Сахар для адресов В общем Есть виртуальный адрес Который мы Обычный в программе Просто берем И читаем Там переменную И Сначала Берется Берется Отрезается Офсет То есть Последние 6 битов Которые обозначают Где конкретно В этой линии Лежит байт Который мы хотим Прочитать Потом берется Вот этот адрес Ну то есть Это просто Оставшиеся биты И Мы ищем В этом гигантском массиве Это вообще говоря Ассоциативный массив Потому что Эти адреса Могут идти неподряд Разнобой Как угодно Вообще В общем Есть какая-то процедура Которую мы Сегодня посмотрим Пока неважно Какая Она занимается Тем, что Она берет адрес И ищет Какая кэш-линия Хранит данные Начиная с этого адреса Ну и берем И возвращаем Пайт Который был В этой линии Со фсета Понял кто Ничего Ничего Не понял Вот И как я уже сказал Эта штука Это не просто массив Это на самом деле Ассоциативный массив Где ключ Это адрес Произвольное число Там от 64-битная И Кэш Как уже очевидно Он гораздо меньше Чем оперативная память Как правило И Просто на порядке В тысячу раз меньше И Каким образом Так получается Что он умудряется Кэшировать в себе Любой адрес Оперативной памяти Для этого Есть специальные Политики Которые описывают Каким образом Кэш В кэш Надо отображать Конкретные Виртуальные адреса Разумеется Это как бы Не Не Биекция То есть Здесь не получится Так что Один в один Будут отображаться Какие-то адреса Будут друг на друга Накладываться Вытеснять Друг друга И политики Отображения адресов Должны Все это Описывать Вот Ну и то Что я уже Описал словами Тут на картинках Адрес Он На самом деле Независимо От того Какая политика Используется Адрес Размечается Примерно Одинаково На три секции Это тег Это то Как адреса В этой таблице Будут друг от друга Отличаться Они все Отличаются По тегу Как минимум И Полиси Хелпер Который Используется В некоторых Политиках Он может быть Ноль байт Может быть Там Вплоть до 16 бит И Офсет Ну как я уже сказал Это просто место Конкретное В кэше С которого Начинается Адрес Потому что В юзерспейсе Адреса Не все Кратные 64 Это очевидно У нас там Дабл Есть 8 байтовый Может не будет Огругляться До 64 байт Вот И в кэшлайн Хранится Тег Адреса Который Мы закешировали И Просто копия Данных Которые Прочитали И все Все вместе Это 64 байт И существует А Вот еще Очень важно Понимать То что Контроллер Кэша Вот так вот Размечает Адрес Это не значит Что Адрес Реально Так изначально Конструируется Ядром То как Ядро Конструирует Адреса И то как Интерпретирует Кэш Это разные вещи То есть Для кэша Этот адрес Это просто 64 бита Непонятно чего И он их По-своему Размечает А в ядре Там Первые же Вот эти Байты Первые же Вот эти Биты Они означают Не тег Какого-то Кэша Как бы Ядро Но про кэш Ничего не знает Это означает Номер виртуальной Стороницы Дальше Это смещение В физической Сторонице То есть Один тоже Набор битов Кэш Интерпретирует По-своему А ядро По-своему И Про то Как это делает Кэш Никто ничего Не знает И такая Вот Изоляция Получается Есть Три способа Три способа Помещения И вытеснения Данных Из кэша И поиска В нем Это полноассоциативный Кэш Кэш Прямого отображения И ассоциативный Кэш Ну и все Остальные Они так или иначе От них Производные Какие-то Упрощения От этих Мы сейчас Кратко Все посмотрим Первый Полноассоциативный Кэш Это когда Любой адрес Может отобразиться В Любую Кэш Линию Это вообще Кажется На самом деле Самым Интуитивным Вариантом Непонятно Как Можно Сделать Еще Но На самом деле Это и самый Сложный Вариант Потому что Аппаратно Реализовать Возможность Положить адрес В любое Место В кэше Который Может быть Там Десятки Мегабайт На последнем Уровне Этого Кэша Довольно Сложно Когда У вас Приходит Адрес Нужно Сказать Есть Лен В кэше Он Потенциально Может быть В кэше Где угодно И поэтому Реализуется Огромное Количество Аппаратных Компараторов Которые Берут И параллельно Сканируют Все эти Мегабайты Кэша Это на самом деле Довольно Медленно Дорого Потому что Все эти Компараторы Одновременно Должны Работать Искать Это не так уж Быстро Но зато У нас Не будут Данные Вытесняться Пока Кэш Не заполнится Полностью В остальных Политиках Может случиться Так что В кэше Есть пустые Записи А из него Все равно Они вытесняются И у этого Способа Самая простая Разметка У него Просто Офсеты Тэг И все Больше Ничего нет По этому Ключику Он хранит Кэшлинии И по офсету Говорит Где в кэшлинии Данные Искать Следующий Кэш Прямого Отображения Он Говорит Что давайте Каждый Адрес Будет Точно Знать В какую Конкретно Единственную Кэшлинию Он может Отобразиться Это выглядит Довольно Разумно Потому что Проверка Того Что у нас Адрес Есть в кэше Будет Работать Мгновенно Не нужно Будет Сканировать Весь Кэш Достаточно Просканировать И проверить Тэг У одной Кэшлинии Убедиться Что он Равен Или Неравен И все Но на самом Деле Тут появляется Проблема Что когда Пользовательская Программа Работает Обычно Характер И обращений В память Такой Складывается Что Адреса Начинают Друг друга Вытеснять Несмотря На то Что кэш Не заполнен До конца Такая проблема Есть Потому что Там Ядро Там Компилятор Все эти вещи Они будут Адреса Выравнивать На что-то Кратное Четырем Шестнадцати Тридцати Двум В итоге Может сложиться Так Что Слишком Много Адресов Будут Друг на друга Накладываться Когда мы Будем К ним Доступ Пытаться Получить Поэтому Эта штука Не особо Жизнеспособна Но В сочетании Вместе Со следующим Вместе С предыдущим Способом Получается Что-то Уже Разумительное А тут Просто Для приличи Посмотрим Как у него Организован Адрес У него Появляется Вот этот Полис Специфик Филд Который Называется У него Индекс И Индекс Означает Индекс Это фактически Номер Кэшлинии А тег Нужен Только Для того Чтобы Когда мы Пришли В эту Кэшлинию Сказать Какой Конкретно Адрес Там Лежит Потому Что Туда Могло Несколько Адресов Скализироваться И Надо Понять Что Там Сейчас Есть То В Кэшлинии Хранится Только Тег И Память А Тег Индекс Озет Это Все Из адреса Берется И Следующая Комбинация Предыдущих Двух Способов Которые На самом деле Почти Везде Используются Это А вот Картиночки Еще Ну В общем Вот Это Индекс Он Может Быть У Разных Адресов Одинаковый Они В Одну Кэш Линию Накладываются Н Ассоциативный Кэш Обычно Используется Два Ассоциативный Кэш Но Он Обобщается Как бы На Н Здесь Играет Роль Размер Кэша Допустим У нас В Кэше R Кэш Линей Тогда Индекс Это Будет Логарифм Двойки От Количества Этих Линей То есть Это Будет Уникальный Идентификатор Линии Опять А Тег Все Что Осталось Ну И Работает Он Следующим Образом У нас Один Кэш Один Адрес Может Поместиться Не В Один Конкретную Ни В Одну Конкретную Кэш Линию Но И Не В Любую У Н Есть Выбор Между Несколькими Кэш Линиями И Н Означает Какой У него Выбор Если У вас Двух Ассоциативный Кэш Один Адрес Может Отобразиться На Две Кэш Линии Если У Н Светить По Индексам Отображаются Позже Ну И Так Опять Служит Для Того Чтобы В Конкретной Ячейке Кэша Посмотреть Какой Там Адрес Получается В Случае У нас Есть Два Адреса С Один Один И Одна Ячейка Кэша Занята Таким Адресом Второй Может По Соседству Встань Соберяется Кому Что Занято Есть Вот Да Я Кстати Забыл Сказать У нас Получается Что Тут Будет Поиск Все-таки Не Совсем Простой Потому Что Вот Внутри Этого Индекса Там Несколько Кэш Линии Когда Мы Ищем По Какому Адресу Мы Знаем Что Он Может Отобразиться На Любую Из Нескольких Кэш Линии Поэтому У них Поиск Уже Параллельно Делается Точно Так Же Как Он Был В Полно Ассоциативном Кэше То Еш Кэш Он Делится На Кучку На Огромную Кучу Полно Ассоциативных Маленьких Кэшей Можно Так Сказать И Почему Я Несколько Раз Даже Повторил Что Обычно Кэш Двух Ассоциативный Больше Не Смысла Делать Потому Что Есть Вот Такой Вот Кэш Нет Двух Четырех Восьми Ассоциативный Кэш И Когда Кэш Достигает Размеров Там Порядка Мегабайт Десятков Мегабайт То Там Выигрыш От Того Что Мы Увеличим Ассоциативность Практически Никакой 16 Мегабайт Вон Четырех Восьми Ассоциативные Уже Вообще Не Отличаются При Этом Сложность Схемы Вот Этих Всех Компараторов Так И Это Сейчас Мы Все Говорили Про Кэширование Данных Каким Образом Работает Кэширование Инструкций Что Там Вообще Кэшировать Они Просто Лежат В секции Текста Все Взяли Загрузили Секция Текста Она Еще Не Особенно Большая Там Кучка Просто Машинных Инструкций И Все Что Кэшировать На самом Деле Кэшировать Там Довольно Много Чего Потому Что У каждой Инструкции Есть Не Просто Код Этой Инструкции Если Открыть Спецификацию Какого Нибудь Процессора Там X86 Например Этих Инструкций Тысяч И Каждый Описывается Куча Всяких Параметров Типа Количества Аргументов Где Эти Аргументы Будут Лежать Какие Типы Этих Аргументов Это Все Надо Проверять У Некоторых Операций Есть Неявные Операнды Например Если Кто На Асемблере Хочет Что-нибудь Пробовал Писать Знает Что Там Есть Такая Операция Див Деление Она По-моему Остаток Помещает В регистр EAX Даже Если Мы Его Явно Не Передаем Есть Спрятанные Аргументы Про Которые Просто Надо Знать Оттуда Что-то Доставать Это Как Какого-то Параметра Функции Хорошая Аналогия Возвращаемое Значение Какое-то Может быть Если Оно Вообще Есть И Еще Самое Интересное Где Исполнять Эту Инструкцию Потому Что Не Все Можно Исполнить На Процессоре Например Какие-то Операции Арифметические Они Пойдут На Арифметико-логическое Устройство Исполняться Если Это Операции С Плавающей Точкой Они На 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 Называется Флотинг Поинт Юнит Пойдут Исполняться Тоже Отдельное Устройство Поэтому Кстати В ядре Числа С плавающей Точкой Не Используются Вообще Там Все Через Через Целочисленное Реализовано Там Берут Прям У 64-битных Чисел Отдельно Выделяют Мантису Там Отдельно Эту Степень Считают Все За Счет Этого В ядре Не Происходит Обращение Каким-то Лишним Устройством Там Которые С плавающей Точкой Работают Причем Они Не Везде Есть Кстати Ну И Каширование Инструкции Она Выполняется Не Просто Когда Мы Сказали Типа Мне Нужна Инструкция Давай Ее Быстрее Сюда И Потом К ней Когда-то Еще Раз Обратимся Тут Здесь Все Поумней Оно Рассчитано На То Как Работает Пайплайн Процессора Ну Это Те Самые Знаменитые Эти Пять Пунктов Что Инструкцию Достаем Декодим И Исполняем Возвращаем Значение В память И Возвращаем Значение Регистров Регистры У нас Как бы На Процессор Одни А Процессор На Процессоре Много Поэтому Регистры Когда Контексты Переключаются Надо Копировать Туда Сюда Вот И Пока Этот Пайплайн Выполняет Какую-нибудь Например Стадию Execute Следующая Инструкция Уже ждет На стадии Instruction Decode Следующая Инструкция Уже ждет На стадии Instruction Fetch То есть Это такой Конвейер Который На каждом Шаге Постоянно Имеет Какую-то Инструкцию Которая Как-то Преобразовывается Пока Следующая Выполняется Ну И Такой Непрерывный Поток Инструкции Идет И За счет Этого Очень Такая Получается Локальность Пространственная Удобно Инструкции Просто Подряд И мы знаем Что можно Подкачивать Эти инструкции Там Просто Из памяти Одну За другой Ну И наконец Мы Дошли До Самого Интересного Связанного С кэшами Это Многопроцессорные Проблемы Многоядерные Связанные С тем Что делать С кэшами Когда У нас Много Потоков Выполнения Получается Что пока Один Процесс Что-нибудь В кэш Запишет Другой Процесс Что-нибудь В кэш Запишет Какое Значение В итоге Оперативную Память Будет Попадать И Проблема Это Называется Когерентность Кэшей То есть Когда Нужно Обеспечить Синхронизацию Кэшей Чтобы Не лежали Разные Данные В них Мы Потом Гадали Что Из-за Того Оперативную Память Писать Есть Два Два Варианта Решения Довольно Радикальных Ни один Из них На самом Деле Не работает Но Они Первые Могут Прийти В голову Кому-нибудь Например Сделать Кэш Общим На все Процессоры Пусть У всех Процессоров Просто Будет Одна Шина По которой Все Будут Ходить В Гигантский Кэш На все Процессоры Единственный Это Разумеется Нежизнеспособная Идея Потому что Будет Дикая Конкуренция За эту Шину По которой Мы будем Ходить В кэш Во-первых Во-вторых Эти Кэши Придется Снять С типа Процессора Мы потеряем Эту Скорость Что ЦПУ Он Может Напрямую В кэши Ходить Без Шин Каких Либо Если Мы Попробуем Разделить Кэши Полностью То Нужно Думать Что делать С синхронизацией Кэши Ну И В итоге Кэши Синхронизируют Есть специальный протокол Который Этим Занимается Он Называется Месси По именам Четырех Его состояния Modified Exclusive Shared Invalid И Суть Этого Протокола В том Что Каждая Кэш Линия Она Помечается Ну У каждой Каж Линии Помимо Того Что Я там Написывал Что У него Есть Тег И Юзерские Данные У Несколько Флажков Аппаратных Эти Флажки Можно Там Выставлять Флажок Из Дёрти Как я Уже Говорил И Вот Один Из Этих Флажков Ну Тут На самом Деле Два Бита Нужно Чтобы Четыре Этих Значения Выразить Вот И У каждой Кэшлинии Стоит Флажок Стоит Ее Состояние Если У Кэшлинии Состояние Modified Это Означает Что Этот Процессор Который Сейчас С этой Штукой С этой Переменной В своем Кэше Работает Может Делать С ней Что Хочет И Никого Об Этому Не Уведомлять Потому Что Ни У Кого Другого Этой Переменной Сейчас Нет Этого Адреса Может Ее Менять Инвалидировать Как-то Просто Читать Что Угодно Делать Modified Это Если Он Сам Модифицировал Пока И Все Ничем Не Отличается Просто Поставление Фашка Из Дерти Пока Что Следующее Стояние Это Эксклюзив Это То же Самое Ничем Не Отличается От То Что Процессор Один Он Просто Берет И Читает Из Кэша И При Этом Он Уверен Что В Других Кэшах Эта Переменной Нет То Есть В Чем Суть Того Что Он Уверен Что В Других Появилось 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 Может Просто У себя Читать Без Каких-то Потерь Производительности Как Будто Он Один Процессор То Что Самое С Модифайдом И Здесь Появляется Шарит Когда Процессор Должен Учитывать Что Эта Память Она Может Быть Закэширована И В Других Процессорах Это Происходит Если Например Один Процессор Прочитал Память Другой Тоже Ее Прочитал И У них Становится Шарит И Если Один Из Них Модифицирует Другой Должен Будет Об этом Сразу Узнать И У себя Инвалидировать Но Оно Так Здесь И Работает Вот У нас Был Шарит Призошел Remote Write Мы Переходим В Инвалид И То Когда Следующий Раз Будет Происходить Чтение Или Запись В Этом Процессоре По Этому Адресу Мы Просто Перевыкачиваем Этот адрес Из оперативной Памяти И Все И Ну Инвалид Это Как бы Просто Обычное Состояние Которое На Одном Процессоре Бывает Здесь Самое Жесткое Состояние Это Шарит Потому Что Когда Шарит Нужно О каждом Своем Шаге Уведомлять Все Остальные Процессоры О том Что Мы Что-то Делаем И Уведомление Это Происходит Через Специальную Шину На Которую Выставляются Биты Адреса Которые Мы Сейчас Читаем Или Меняем Другие Процессоры Эти Биты Читают Со Своими Кэшами Что-то Делают Это В общем Мы Спустились До До Вот Этого Случая Но Хотя Бо Не Для Всех Ячеек Мы Знаем Что Для Этих Ячеек Мы Монополисты Можем Делать Что Хотим Ситуация Мьют Мьют Мелкая Фигня Которая Мьют Защищает Вот Ну Этот Протокол В полной Себе Реально Используется И Никаких Особо Альтернатив У него Нет Он Так Предельно Простой Уже Проще Некуда Следующая Проблема Которую Вообще Стоит Запомнить Ее Могут На Собесе Например Спросить Иногда Но Реально Прям Встречается В проектах Тарантуле Тоже Есть В любом Многотрэдовом Приложении Может Появиться Такая Проблема И Процессор Нам С ее Решением Никак Не Поможет Ни Аппарат Ни Ни Ядро За нас Ее Не Починят Здесь Все На Совести Программиста Лежит Она Связана С Вот С Этой Штукенцией И Вот С Структура Большая Относительно Я тут Нарисовал Всего Четыре Байтных Значения Но Она Может Больше Суть В том Что Часть Этой Структуры Она Попадает В одну Кэш Линию И Эта Часть Структуры Делится Еще На Две Части Что Ну Вот Блин Проще Сказать Давайте По Простому Вот Есть Просто Структура Маленькая У нее Есть Четыре Переменных Как Две Переменных Этой Структуры Один Поток Только Читает А Другой Поток Свои Две Переменных Может Читать Менять Что Угодно С Ними Делать Получается У нас Переменные А и Б Они Как Борид Онли Но Они Попадают В одну Кэш Линию С Переменными Ц И Д Вот Так Просто Получилось Малок Нам Так Выдал Могло Получиться Что Нам Повезет И Малок Нам Выдаст Память Которая Здесь Кратно 64 Не Могло Не Повести Она Будет Здесь И Получилась Вот Такая Фигня Что У нас Кэш Линии Лежат Подряд А Б Ц Д Вот Эти По 8 Байтиков Две Пары И Остальное Там Не Важно Что Лежит И Вот Этот Поток Который Пишет Вам Будет Постоянно Эту Кэш Линию Инвалидировать Он Может На Другом Процессоре Будет Запущен На Другом Ядре Это Будет Вызывать Вот Эти Постоянные Коммуникации Между Разными Кэшами Что Выставление Этого Битка Инвалид Перечитывание Из Оперативной Памяти В То В В В В В В В В Будет Борются С Этим Вот Так Добавляют Добивают Пустотой Вот Здесь Вот Так Чтобы Оставшаяся Часть Структуры Попала В Другую Кэш Линию На Самом Деле Здесь Я Написал Грубо Чарп Пэйдинг 56 Чтобы А.B. И Пэйдинг Стали 64 Байт И Гарантирован Ц и Д Попали В Другую Кэш Линию На Сам Деле Там В GCC Есть Расширение Которое За вас Выравнивание Сделает И Оно Не Всегда Будет Такое Большое У Вас Может Получиться Так Что У Вас Там Эта Кэш Линия Начинается Где-то Здесь И Компилятор Предоставляет Штуки Чтобы Это За Нас Сделать На Компилятору Надо Об Это Указать У Него Там Есть Какая Инструкция Подчеркивание Подчеркивание Alligned Проще Загуглить Я не Помню Наизусть Вот Такая Полезная Штука Но Это Реально Может Перв Затронуть Потому Что Если Эта Структура Используется Часто Реально Часто То Она Будет Постоянно Читать С Оперативной Памяти Это Будет В 100 Раз Медленнее Чем Читать Из Какого Нибудь L1 Вот Мы В принципе Уже Забрались Как Работают Кэши Можно Посмотреть Что Нам Эти Кэши Дают Кроме Того Что Скорость Такая Быстрая Замечательная Они Нам Дают Еще Такие Штуки Как Meltdown Печально Известная Штукенция Которая Не Так Давно Прогремела Хотя Определенные Люди Говорят Что Она Была Всегда Просто Мы Такие Специалисты Использовали В узких Кругах На Сам Деле Это Все Фигня Конечно Вы Сейчас Поймете Почему Эта Штука Фигня Я Вообще Не Понимаю Как Ей Можно Было Пользоваться Но Короче Есть Такая Уязвимость Она Состоит В том Что Процессор Он Умеет Спекулировать На Инструкциях На Инструкциях Которые Мы Ему Подаем То Есть Инструкция Которая Делает Например Проверку Условия И В зависимости От Условия Может Прыгнуть В Одну Часть Джамп Сделать А Может Другую Или Даже Не Обязательно Ифик Это Может Просто Реально Долгая Инструкция Которая Прерывание В ядре Вызывает Процессор Ждет Пока Ядро Что-то Сделает А Дальше Идут Линейно Вполне Другие Инструкции Разные Ситуации Бывают И Суть В том Что Пока Процессор Тут Стоит Он Говорит Дай Я Что-нибудь Поделаю И Он Берет И Начинает Делать Процессор Может Делать Бранч Ближе Если Это Иф Например Есть Такое Мнение Что Процессор Всегда Будет Пытаться Спекулировать На Куске Кода Которые Мы Сразу После Иф Пишем То Есть Выгоднее Реально В коде Писать Сначала If Not Error Потом Писать Хороший Код А потом Обработку Ошибки Тогда Якобы Это Будет Ближе К Процессору Он Так Начнет Эту Ветку Выполнять До Того Как Условия Проверятся Есть Еще Всякие Штуки Расширения Компиляторов Вроде Built In Expected Еще Более Известный Как Likely Unlikely Такой Макрос Есть Когда Мы Говорим Что Это Условие Вероятнее Всего Будет True Начинает Спекулировать В сторону Того Что Будет True Но Он И Без Наших Подсказок Может Начать Спекулировать И Выполнять Сразу Даже Несколько Веток Хоть Все Подряд Если Процесс Румный Современный И Пока Он Спекулирует И Выполняет Пока Процессор Что-то Там Выполняет Что Может Выполняться Никогда И Не Будет Он Не Проверяет У У нас Вообще Есть Право Это Выполнять Или Нет И На Сам Деле Это Кажется Не Очень Страшно Ведь Если Этот Бранч Окажется Правдивым И Мы В Него В В итоге Пойдем Там Проверка В итоге Произойдет И У нас Вылетит Сегмент Сегмент Фолт Или Что Еще Суть Вот В Чем Что Остаточной Информации Останется Даже Если Мы Вылетим Там С Ошибкой У нас Не Откатится То Что Успело Попасть В Кэш Если Во Время Спекулирования Процессор Что-то Там Прочитает И Это Попадет В Кэш А Потом Окажется Что Эту Ветку Выполнять Нельзя Оно В Кэше Останется И Появляется Такой Побочный Канал Который Смогли Использовать Для Того Чтобы Прочитать Всю Память Ядра Якобы Из Любого Произвольного Совершенно Процесса Вот Есть Такой Псевдокод Вполне Возможно Что Он Очень Близок К Реальному Коду Он Состоит Он Описывает Как Можно Прочитать Произвольный Байт Из Памяти Ядра Зная Его Адрес Мы Посмотрим Дальше Как Можно Знать Заранее Адрес Памяти Ядра Но Суть В том Что Можно И Ничего Для Этого Взламывать Не Нужно И Вот Мы Знаем Адрес Какой Это В Ядре Мы Знаем Что Там Лежит Чужой Структ Таск Структ Например Мы Хотим Похитить У него Какие Нибудь Пароли Там В Ядре Все В Открытом К Ядру Мы Получаем Доступ Ко Всему Менять Мы Код Ядра Не Сможем Но Читать Сможем И Происходит Это Следующим Образом Объявляется Массив Размером 256 Умножить На 4096 Ну Можно Еще Там 8092 Взять На самом деле Не особо Важно Суть В том Что Объявить 256 Байтов Так Чтобы Они Друг от Друга Отстояли Достаточно Далеко И Нигде Пока Понятно Здесь Просто 256 Удаленных Друг от Друга Байтов И Когда Один Из них Читают Другой Ничего Об этом Не узнает В кэш Месте С ним Не попадет Они Полностью Как будто Изолированы Мы Берем А сначала Выкидываем Эти Все Байты Из Кэшей На Случай Если Они Каким То Образом Осели Просто Берем И Очищаем Не знаю Запись В них Вроде Даже Какая Инструкция Объявить Вроде Тоже А Нет Волатильными Нельзя Суть В том Что Потом Они Должны Попасть В кэш Поэтому Сейчас Мы Очистим И будем Уверены Что В кэше Их Нет Потом Мы Регистрируем Обработчик Исключения Который Нам Сейчас Понадобится Он Вот Зачем Мы Берем Адрес Ядра Резаменовываем Его Что Нам Делать Запрещено И Мы Не Обращаем Внимание Пытаемся Прочитать Один Из Элементов Нашего Бассива Из 256 Байт Разнесенных Друг от Друга И Пытаемся Этот Байт Вернуть Но Суть В том Что Еще На Этой Стадии Ядро Нас Прикончит Оно Выкинет Исключение Сегментation Фолд Скорее Всего Или Еще Ну Короче Суть В том Что Выглядит Исключение И Реально Код Вот Здесь Остановится Но Пока Будет Выполняться Обработчик В ядре А это Долгая Штука Это Прерывание Это Вызов Программных Обработчиков Когда Мы От аппаратуры Переходим К Программе Пусть Даже И К Ядру Это Всегда Медленно Очень И Пока Там Это Прерывание Обрабатывается Процессор Успеет Наспекулировать Вот На Это Все Он Реально Прочитает Эта Хрень Вот Сюда По Прочитает Из Нашего Массива Один Какой-то Байт Который В итоге Будет Не Использоваться И На Этом Спекуляция Кончится Потому Что Функция Кончилась Вот Потом Пока Он Это Делал Мы Тут В Обработчике Сидим И Он Доспекулировался В итоге И Ядро Его Остановило Но Суть В Том Что Вот Эта Штука Вот Этот Элемент Он В Кэш Уже Осел То Есть У Нас Все Элементы Из Кэша Были Выкинуты А Элемент Вот С Таким Индексом В Кэше Теперь Есть Понятно Что Пока Теперь Вообще Самая Жесть Просто Я не понимаю Как Можно Вдуматься Было Мы Берем И Начинаем Простукивать Все Эти 256 Равно Удаленных Друг от Друга Байтов Проверяя Время Доступа К Ним И Тот Байт Который Мы Прочитаем Быстрее Всего Сел В Кэш А Значит Это Байт Который Вот Этот Вот А Значит Индекс Этого Байта Это И Значение Адреса Ядра Вот Такая Штука Получается Ну Я Здесь Псевдокод Как бы Написал Предполагая Что После Обработчика Ядра Мы Сюда Вернемся И Этот Кернал Байт Здесь Запомним То То есть Мы Использовали Время Доступа К Кэшу Чтобы Прочитать Байт Из Ядра Если Можем Прочитать Один Байт Можно Прочитать Уже И Все Остальное Такая Жесть Получается Есть Еще Уязвимость Спектра Я Про Нее Слайды Не Делал Потому Что Это Совсем Жесть Какая Суть В том Что Там Побочный Канал Состоит В том Что Мы Можем Как Прочитать Через Замеры Времени Работы Этой Программы Которую Мы Еще И Ввод Должны Как Подать Короче Там Какая Призрачная Уязвимость Не Очень Понятно Как У Нее Кстати Логотип Призрак Сейчас Понял Но Мельдаун Выглядит Так Вполне Себе Юзабельно Кто Тоже Говорит Что У Него Получилось Что Что Прочитать Как Это Вообще Происходит У То есть Что Получается Память Не Виртуализуется Никак Виртуализация Памяти Должна Изоляцию Сделать Какой Адрес Он Вот Здесь Вот Вот Здесь Вот Этот Адрес Он Как Суть Виртуальной Памяти Что В двух Разных Процессах Мы Возьмем Одинаковый Виртуальный Адрес Он Будет На Разную Физическую Память Указывать Почему Получилось Так Что Ядро Мы Все Чуть 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 Попозже Сначала Мы Посмотрим Почему Нам Нужно Терпеть Все Эти Мелтдауны Терпеть Все Эти Политики Кэша Все Вот Это Прочее Реально Ли Кэш Так Сильно Помогает Ну Не Знаю Там В Мы Возьмем Такую Формулу Average Access Time Я Написал В двух Формах Первая Общая Форма Суть В том Что У нас Есть Какая То Штука Которой Можно Получить Доступ Быстро Если Мы Не Получили Быстро Мы Получаем Пенальти И Есть Вероятность Получения Пенальти Вот Если Применить Это Кэшам То Получается Такая Формула Что Среднее Время Доступа К Адресу Будет Время Доступа К Кэшу Следующему Ближайшему Кэшу А Если Доступ Не Получился То Вероятность Промаха В Кэш И Умноженное На Время Ну Плюс Среднее Время Доступа К Медленной Памяти Отмасштабированные По По Промахам Кэша И Можно Применить Это Для Начала К Предположим Вполне Реальные Значения Вот Такие Доступ К Динамик Random Access Memory Ну К оперативный Памятик Обычный Допустим 100 Наносекунд Но Это Еще Довольно Быстро Даже Пессимистично Предположим Что Доступ В Кэш Первого Уровня В 10 Процентах Дает Промах Это Реально Пессимистично Там На самом деле Единицы Процентов Процессор Настолько Умный Что Он Умеет Все Делать Правильно Но Здесь Мы Будем Пессимистами Скажем 10 Процентов И Скажем Что Доступ Туда 1 Наносекунда Тоже Вполне Себе На самом Деле Пессимистичный Более Правдоподобно Было 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 Сказать Треть Наносекунды Или Даже Быстрее Ну И Для 2 Для 3 Кэшей Тоже На Порядок Увеличиваем Время Уменьшаем Увеличиваем Время И уменьшаем Что она на секунду Потому что Кэшей Нет Если Появляется Кэш Номер 1 То У нас Даже Если Промаха В целых 10 Процентов Мы Уже Ускоримся В 10 Раз Получается 11 Наносекунды Будет Среднее Время Доступа То есть Кэш Всего Несколько Килобайт Оперативная Память Может быть Гигабайты Но Несколько Килобайт Нам В 10 Раз Сократили Среднее Время Доступа Если Мы Добавим В ТКш Второго Уровня Считается Точно Так же Только Вместо Рам Тайма Подставляется Время Доступа К Следующему Кэшу Ну И так Рекурсивно Это Все Подставляется Получается Что Чем Больше Мы Даем Кэшей Тем Оно Асимпатически Стремится К тому Что Скоро Кэши Перестанут Что-либо Давать И На Кэше Л3 Уже Прирост Не Слишком Сильный Получился Но Относительно Предыдущего Л2 Но Относительно Оперативной Памяти Без Кэшей Получилось Ускорение В 44 Раза И Это Еще Пессимистично Так Что На самом Деле Кэши Они Того Стоят Мильдаун Можно Был Его Победили В итоге И Без Избавления От Кэшей Правда Якобы Что-то Затормозив Хотя Я читал Мнение Что Ничего Особо Не тормозит Посмотрим Короче Расскажу Еще Дальше Мы Еще Вернемся К Мильдауну Так Посмотрим Как стоимость Кэша Выглядит Для нас Как Для Программистов Даже Если Мы Не Знали Как Они Все Устроены Просто Чтобы Знать Как Не Знаю Как Писать Код Буду Зная Чего Нам Стоят Ошибки В Этом Коде Чего Нам Стоит В Коде Ну Что Либо Забить Я Взял Табличку Из Курса Углубленного Программирования На C++ Техносверского Она Взята Какого-то Гугловского Чувака Который В 2012 Году Измерения Выложил И они Были Тогда Для Тоже Для Что-то Там Три С чем-то Гигагерц Или Три Без Чего-то Ну В общем Вполне Себе Актуальные Данные Суть В том Что Они Примерно Сходятся С тем Что Я Говорил Но Есть Еще Интересные Характеристики Что Мютексы Они Нам Стоят Тоже Вполне Себе Такого Нормального Времени Золочить Мютекс Это Не Считая Того Что Мютекс Надо Еще Достать Из Оперативной Памяти И Что-то В нем Сделать И Вот Чего Нам Стоит Вот Эта Штука Что Когда Процессор Ошибается Со Спекуляцией Поэтому Процессору Можно Подсказывать Особенно Больших Нагрузках Говоря Какой Бранч Скорее Всего Будет Правдив Там Суть Предсказания Бранчей В процессоре В том Что Это Делает Не Процессор Там И Специальное Устройство Которое Занимается Тем Что На самом Деле В аппаратуре Намутили Целый Какой То Блин Кучу Математики Намучили В общем С машинным Обучением Прям На аппаратуре В отдельном Устройстве Которое Занимается Тем Что Оно Принимает Какие В итоге Бранчи Оказались Правдивыми И На основании Этого Следующие Может Предсказания Выдавать Поточнее И Суть В том Что Эта Штука Она Не Различает Бранчи Разных Процессов То есть Если У нас В разных Процессах Будет Один И Тот Же Ив Похожий И В одном Процессе Этот Ив Все Время Выполняется То И В другом Процессе Процессор Будет Думать Что Этот Ив Будет Все Время Выполняться На Этого Кстати Частично Основан Спектр Это Тоже Жесть Конечно Можно Как это Использовать Я Не Понимаю Но В общем Даже Вот На Этой Фигне Удали Умудрились Что-то Там Зломать Ну А дальше Стандартные Всякие Стоимости Чтения С диска Это Уже Понятно Микросекунды Миллисекунды Это Все Должно Быть Всем Известно Вот Как Еще Можно Помочь Кэшу Помимо False Sharing Который Мы Уже Посмотрели Потому Что Можно Падинг Добавить Есть Еще Такая Вещь Которой Страдают Многие Девелоперы Что Они Ленятся Алоцировать Сложные Объекты Монолитными Кусками Памяти Вот Есть Плохой Способ Алоцировать Сложную Структуру Сложные Структуры Это Кучка Скалярных Величин Числа Битики Битики Строки Фиксированного Размера Например Вот Это На молоке Все нормально Алоцируется И Есть Какие Указатели На Сторонние Объекты Например На Другие Строки На Другие Структуры И Мы Знаем Что Они Не Могут Существовать Без Родительской Структуры Но При этом Все равно Алоцируем Их Все На Разных Молоках Мы Берем Сначала Алоцируем Структуру Потом На Каждый Мембер Будем Молоки Делать Получится Куча Молоков Молок Он Нам Не Гарантирует Что Позвав Два Раза Молок Мы Получим Два Рядом Идущих Адрес У нас Этот Молок Может Вернуть Там Этот Молок Там Он Посмотрим Мы Будем Инвалидировать Кучу Кэш Линей Только Для Того Чтобы Прочитать Саму Структуру И Какой То Мембер Вместо Этого Можно Делать Так Мы Берем Считаем Сколько Надо Памяти Суммарно Алоцируем Ее Всю Разом А потом Размечаем Получается Что Мы Алоцировали Непрерывный Кусок Виртуальной Памяти Которая Если Структура Небольшая Вполне Может Лечь В Одну Кош Линю Даже Если Она Не Ляжет В Одну Она Ляжет В Кош Линей Идущей Подряд И Процессор С этим Справится С Предсказанием Этой Такой Вещи Сможет Подгрузить Префечь Сделать Это Хороший Способ Алоцировать Сложные Структуры Такими Бо Сложными Они Ни Были Усилия Оправдаются Если Нужна Что Алоцировать Сразу Заранее Побольше Либо Тогда Придется По Плохому Если Алоцировать Он Не Всегда Алоцировать Говорю По Опыту Тарантула Там Обычно Ничего Не Алоцировать Структур Коксишных Алоцировневые Вещи Обычно Если Однажды Что Алоцировал Оно Используется Может Меняться Но Редко Алоцировать Даже Если Оно Ресайзится В большую Сторону Мы Можем Ну Вот Эта Штука Она Будет Вот Это Все Один Будет Большой Кусок Памяти Эта Вещь Она Будет Указывать Вот Сюда За Структуру То есть Первую Половину Памяти Будет Занимать Вот Сами Эти Мемберы А Следующую Часть Лонг Буф Вот Этот Вот И Мы Можем Делать Реалог Прямо Вот На Эту Штуку Расширяя Ее Всю Можно Так Сделать Еще Но Это Не Будет Работать Если У Нас Там Хотя Два Этих Буфера Станет И Нам Нужно Будет Оба Ресайзить А Если То Что Мы Ресайзим Одно И Его Можно Положить В Конец Этого Куска Памяти Большого Тогда Можно Ресайзить Прям Во Весь Молок С Этим Тоже Справится Такая Помощь Крюшу Получается Так Наконец Мы Закончили С Кешами Переходим К Оперативной Памяти Оперативная Память Это Тоже Рам Но Только Не Статик Рам А Динамик Рам Он Отличается От Статик Рама Тем Что Он Гораздо Проще Гораздо Гораздо Проще И Дешевле Вот Так Выглядит Один Битик Статического Рам А Вот Так Выглядит Один Битик Динамического Рам Но Такая Простота Достигается За счет Того Что Там Вместо Кучки Транзисторов Транзистор Всего Один Еще Один Конденсатор Конденсатор Это Очень Медленная Штука Из-за Чего Идрам Становится Медленным Какой Бо У нас Контроллер Крутой Ни Был Как Как бы мы Там Не старались С этим Конденсатором У него Сделать Во время Зарядки Разрядки Побыстрее Все равно У нас Будет Ограничение Что Конденсатор Не может Мгновенно Заряд Сохранять И отдавать Мы Просто Для То Чтобы Осознавать Размеры Этих Количество Вот этих Ячей Это Такая Ячейка На которой Помещается Всего Несколько Десятков Тысяч Электронов У Нее Очень Очень Маленькая Емкость У Этых Маленьких Крошечных Конденсаторов Которых Миллиарды Штук 10 Минус 15 Степени Фарадов Сопротивление У них Огромное Потому Что Электронов Мало И Если электроны Будут Утекать То Заряд Просто Утечет Поэтому Спротивление Там Такое И Проблема Этой штуки Еще одна Вытекающая Из Конденсаторов В том Что Их Нужно Периодически Подзаряжать Потому Что Конденсаторы Электроны Утекают Прям Называется Это Буквально Утечка Электронов И Поэтому Раз 64 Миллисекунды Конденсатор Требуется Подзаряжать Есть Специальный Фоновый Процесс У Контроллера Драма Который Раз 64 Миллисекунды Проходит По всем Ячейкам Читает Из них Значение И сразу Его Заново Записывает С новым Зарядом С которым Он Еще Может Продержаться Подольше Ну Еще Конденсатор Теряет Заряд Когда Мы Его Просто Читаем Его Приходится Опять Подзаряжать В общем Это Все Очень Медленно Работает По сравнению С Статическим Рамом Вот Ну Вот Так Выглядит График Зарядки Разрядки Конденсатора 1RC Это Емкость Умноженная На Спротивление Какие-то Доли На На Секунд Короче Суть В том Что Это Немгновенная Транзистор Гораз Быстрее Работает И Вот Вся Скорость Динамической Памяти Она Опирается Вот В эти Конденсаторы Как бы Мы Старались Их Там Улучшить Это Все Рано Останется Конденсатором Вот С Таким Графиком Зарядки Разрядки Мгновенно Эта Штука Работать Не Будет Никогда Если Какую-нибудь Новую Технологию Не Придумывают Чтобы Оперативку Хранить Но Следующим Уровнем Этут Диски Как я Говорил Мы Особенно О них Не будем Останавливаться Это Просто Внешние Устройства Которые Ничего Особенного Не делают Прямо На плате Они Обще Подсоединяются К плате Обычно Снаружи Диски Можно Снимать Ставить Как бы Ничего При этом Не Перепаивать Можно Втыкать Всякие USB Разъемы У них Свой Контроллер Вместо Адресов Оффсеты Которые Мы Что-либо Читаем Когда Мы Что-то Читаем В итоге Вративную Память Попадает Не Какая-то Отдельная Память Со Своими Адресами Это Просто Отдельное Устройство И Поэтому В иерархии Они Есть Просто Потому Что Были Чтобы Знали Что Не Только Волатильная Память Есть На диске Они Не Волатильные То Они Могут Сохранять Обычно Без Подключенного Питания То Что В них Записали За счет Каких-то Существовым Батареек А Выше Идет Уже Только Виртуальная Память То Есть Уже Программная Часть Почти Вот Выше Только Виртуальная Память Мы Уже Все устройства Посмотрели Какие Только Можно На дисках Мы Подробнее Остановимся Я Сейчас Как бы Не пропускаю Но Всегда У нас Будет Лекции Сейчас Пока В основном Про Виртуальную Память Оперативную Будем Говорить Есть Такое Устройство Называется Memory Management Unit Это Штука Которая Делает Нам Аппарат Трансляцию Виртуальных Адресов Физически Это Буквально Устройство Это Не Ядро За нас Делает Ядро Оно Вообще Такой Вспомогательную Ролю Во всех Виртуальных Штуках Играет На самом деле Виртуальная Память Реализована Аппаратно И чтобы Это работало Дело в том Что Виртуальные Адреса Преобразовывать Физически Нужно На каждую Строчку По много Раз Когда Программу Пишем Каждое Наше Обращение К памяти Виртуальной 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 Памяти Если Бо Оно Делалось Программно А не Аппаратно Когда я Говорю Программно Это На самом деле Тоже В конце Канцов Опускается До Аппаратуры Только До Недоспециализированной Аппаратуры Аппаратура Которая Под что-то Заточена Она Всегда Будет Лучше Чем Общее Решение Вот Есть Аппаратура Которая Заточена Под Виртуальные Адреса Memory Management Unit Такая Штукенция Прикрепляется На плату Делает Для нас Всю Трансляцию Сейчас Мы Посмотрим Каким Образом Memory Management Unit Оперирует То Что Внутри Него Оперирует Страницами А не Конкретными Адресами То Каждый Адрес У него Есть Номер Страниц Виртуальный Это Ну Вот Про Что Я Говорил У нас Тот же Самый Виртуальный Адрес Который В кэше Размечался Тегом Какой-то Полисе Зависимой Фигней Оффсетом Он На самом Деле Тот же Самый Адрес Memory Management Unit Используется По-другому У него Первые Биты Это Номер Виртуальной Страницы Остальные Биты Большая Часть Адрес Это Оффсет В этой Странице И Обычно На странице Бьется Вся Виртуальная Память Какая Нам Доступна Это Разрядность Указателя Например На 32-битной Архитектуре У нас Указатель На 32-битной Значит Там Виртуальные Адреса От 0 До 2 В 32 На самом деле Это Не совсем Так Но Примерно Прикинем Вот так И Вся Виртуальная Память Бьется На странице По 4 Или 8 Килобайт Есть Еще Отдельные Страницы Специальные По 16 Килобайт И больше Ядро По-моему Вообще Само себя Помещает В одну Гигантскую Мегастраницу Там Как-то Это Помогает Ему Быстрее Не знаю В каши Какие-то Попадать Это Все Уже Ядерные Штуки Вот Ну И Зная Разрядность Мы Можем Поделить Это Размер Страницы Будет Зависеть Сколько Битов Будет Занимать Номер Виртуальной Страницы И ММУ Это На самом деле Просто Аппаратная Функция Которая Преобразует Номер Виртуальный В номер Физической Страницы Это Если Так В теории На самом Бели Там Все Не Так Просто Если Мы Возьмем Представим Memory Management Unit Как Просто Гигантскую Таблицу Гигантский Массив Вот Эти Номера Не записаны Буквально Физически Это Я Просто Пронумеровал На самом деле Можно Представить Его Как Гигантский Массив Где Индекс Это Номер Виртуальной Страницы А Значение Это Номер Соответствующий Физической Страницы Да Размеры Физической Виртуальной Страницы Обычно Одинаковые И Когда Мы Хотим Узнать По Ну Вот Я Снова Написал Псевдокод Такой На самом деле Это Все В Аппаратуре Когда Мы Хотим Транслировать Виртуальный Указатель В Физический Мы Берем Отрезаем У него Биды Которые Отвещают За Номер Виртуальной Страницы В этом Гигантском Массиве Прям По Индексу Лукапим Значение И Подменяем Номер Виртуальный Номер Физический Все И Этот Адрес Уже Физический Идет На Шину И С Этой Шины Его Уже Снимает Соответствующая Платка Оперативной Памяти И Возвращает Нам Оттуда Что-то Это Все Опять Ж Делается Прозрачно Для CPU Он Все Это Делает Причем Это Даже Для Кэшей Прозрачно Делается Потому Что В Кэши Попадает Виртуальная Память А не Физическая CPU Он Этим Не Занимается Все Вокруг Него Такие Штучки Стоят Которые За Него Делают Кэши Трансляцию И Представим Себе Теперь Размер Такой Таблицы Если Она Была Аппаратной Даже Просто На 32 Битной Архитектуре Это Будет Больше Миллиона Записей В Такой Странице Это Достаточно Дофига Аппаратно Реализовать Такую Таблицу Это Будет Очень Дорого Это Займет Кучу Место На Плате И На самом Деле Это Не Имеет Большого Смысла Можно Сделать По-другому Очевидно Что Часть Этого Отображения Нам Придется Положить В Оперативную Память Кэши Они Еще Меньше Чем Эта Таблица Будут Так Что Memory Management Unit Он Не Хранит В Себе Всю Таблицу Часть Он Сбрасывает В Оперативную Память Причем Не Сам При Помощи Ядра Мы Еще Остановимся На Эту Поместить Ее Всю Целиком В Оперативную Память Забив Вообще На Memory Management Unit Как Устройство Мы Опять Не Можем Как Я Уже Говорил Слишком Медленно Будет У У Слишком Долгий Доступ К Памяти Оперативной А Memory Management Unit Он Напрямую С ЦПУ Соединен Там Не Будет Никакой Как Решить Эту Проблему У Нас Есть ММУ В Нем Только Ограниченное Количество Можно Этих Трансляций Виртуальных Физические Адреса Поместить Все Остальное В Оперативную Память Как Нам Как Нам Ускорить Это Все Как Мы Обычно Что Либо Ускоряем Мы Уже Сегодня Узнали Да Больше Кэшей Еще Два Балла Скоро Домашки Можно Будет Не Делать Ну В Чем Да Типичное Решение Когда Что-то Тормозит Давайте Добавим Кэш Может Быть Будет Работать Быстрее Действительно Будет Этот Кэш Это Называется Translation Look Aside Буфер Это Уже Буквально Аппаратная Штука Которая Есть В Memory Management Unit И По Сути Memory Management Unit Это Есть TLB Он Отличается От Page Table Тем Что В нем Но Это Не Массив Это Можно Представить Себе Чтобы Было Понятнее Что Page Table Это Как STD Vector Такой TLB Это Как STD Map Можно Ключиком Сделать Не Обязательно Подряд Идущие Числа За счет Этого Можно Очень Сильно Уменьшить Его Размер И Хранить Что Угодно И Ключ Здесь Явно Видны В Page Table Ключи Это Индекс И Эта Таблица Она Аппаратная И Обычно Она Очень Маленькая Меньше 100 Записей В этой Штуке Помещается Все Из-за Того Что Как Устроена Физически Эта Штука Мы Сейчас Еще Посмотрим Вот И Это Блин Проклятие Есть такая инструкция Которая Позволяет нам Делать Подсказки Этому TLB Он же Небольшой Как бы Процессор Он умный Конечно Но мы Можем Ему Еще Помочь Если Будем Подсказывать Какие Виртуальные Страницы Нам Скоро Понадобятся Например Мы Знаем Что Функция Сейчас Началась Начала Выполняться И В конце Этой Функции Нам Какой Адрес Понадобится Мы Вначале Функции Говорим Prefetch И Пока Мы Выполняем Процессор Подгрузит Эту Штуку Это На самом деле Очень Редко Нужно Какие Супер Ультра Производительные Вещи Нужно Писать Чтобы Эта Штука Какой Реальный Импакт Дала Ну Вот Такая Штука Существует Это Прям Реально Инструкция Такая Депроцессор Есть И Built-in Prefetch Это GCC Extension Который Ее Имитит Это Можно Конечно И в Асемблере Написать Это Скорее Процессорная Фича Чем Компиляторная А почему TLB не Получается Сделать Большим Потому Что Он Реализован Еще Сложнее Чем Static Random Memory То Есть Static RAM Dynamic RAM Есть Еще CAM Это Content Addressable Memory Он Физически Хранит Биты Точно Так Же Как Static Random Access Memory Но У Него Можно В Качестве Ключа Использовать Призвольный Набор Битов Не Обязательно Вдущий Подряд То Есть Это Реально Такой STD Map Аппаратный Он Очень Тяжело Делается Там В нем Когда Что-то Look Up Он Одновременно Все Записи Сравнивает С тем Что Ищен Вот Там 100 Записей Например Будет Ему Сказали Такую Виртуальную Страницу Надо Там Найти Он Сразу Все Сто Записи Одновременно Сравнит И Скажет Есть Он Там Или Нет Поэтому Эта Штука Очень Дорогая И Маленькая Обычно Этого Все равно Более Менее Хватает Так У меня Мышка Потерялась Вот Ну Пэйдж Тейбл Все равно Никуда Не девается Потому Что В Тейлб Это Все Как Мы Видим Не Помещается У Каждого Процесса У Него Свое Пространство Виртуальных Адресов И Значит У Него Все равно Должен Быть Какой Пэйдж Тейбл И Пэйдж Тейбл Они Живут В Оперативной Памяти Уже В Аппаратуре Живет Только Маленькие Тейлб Все Остальное В Оперативке И Процессор Вместе С Ядром Думают Как Можно Заранее Помещать Эти Страницы В Тейлб И У Каждого Процесса Есть Собственный Пэйдж Тейбл Которые Одни И Те Ж Виртуальные Адреса В Разных Процессах На Разные Физические Маппет И Это Все Реон Не Решает Проблема Что Пэйдж Тейбл Огромный Если Мы Откроем 32 тысячи Процессов И Каждый Будет Содержать Себе Оперативной Памяти Такую Табличку На Миллион Записи Это Будет Безумие Совершенно Будет Очень Много Памяти Жрать Просто Ни На Что Притом Что Процесс Он У Него Как Б Доступ На Там 2 64 Степени Адресов Но Уже Все Не Используют Совершенно Бешеное Количество Памяти Там Какие Таблины Терабайты Не Петабайты Что То Еще Больше Не Помню Как Называется Это Все Не Нужно Маппить В Память Всегда Поэтому Придумали Иерархические Таблицы Страниц Это Когда У нас Обычно Виртуальный Адрес Он Делится На Один номер Виртуальной Страницы И Офсет Когда У нас Пэдж Тейблов Много То Там И Этих Сегментов Стоится Много На Каждый Уровень Пэдж Тейблов Появляется Свой Индекс Который Ведет Ее Либо К Следующему Пэдж Тейблу Либо К номеру Физической Страницы Эти Пэдж Тейблы Можно Все Называть Пэдж Тейбл 1 2 3 Но В ядре Линукс Они Имеют Конкретное Название В ядре Линукс Три Уровня Пэдж Тейблов Которые Они Нам Обеспечивают В наших Юзерских Процессах И Они Называются Самый Первый Пэдж Залукапись Физический Адрес Мы Делим Свой Виртуальный Адрес На Три Части Идем Сюда Потом В одну Из этих В одну Из этих А в ней Уже Физические Номера Физических Страниц Лежат И все И потом Идем На шину Достаем С оперативной Памяти Что хотели И получается Так Что У нас На каждой Из этих Табличек Она Не за Одну Страницу Отвечает А там За Мегабайты Просто Память Вот Например Эта штука Может Мапить На Четырехмегабайт Кусок Виртуальной Памяти Вот Здесь Вот Он Будет Этот Кусок Будет Мапить Уже На Четырех Килобайт И так Мы Разбиваем Эти Пэйдж Тейбл Мидл Там Глобал Тейбл Энтри Они Не все Сразу Аплацируются Они По мере Необходимости Заполняются И Это Дерево Таблиц Оно Растет По чуть Чуть Ну И Как Правило Не Очень Большое Мы Не Можем Очень Много Чего Там Налацировать Понятно Есть Кто Не Понял Хорошо У меня Был какой-то Бит Сколько Приклад Процесс Будет Процесс Да Блин Не Все Будет Короче Лимит Это Самое Количество Ответов Одного Человека Есть Такая Аппаратная Штука Address Space Identifier Это Почти Как Пид Только Она Меньше Пид Он Как Б Это Вообще Программно Определяемая Вещь И Она С Аппаратурой Ничего Общего Не И Асанец Ядро Программное Она Может Быть Хоть Сеть 64 Бита Address Space Identifier Это Лишь Способ Немножко Уменьшить Эту Проблему Что У Нас Коллизию Будут В этом ТЛБ Образовывать Это Работает Таким Образом У нас Есть Вот Этот Регистр Специальный Address Space Identifier Который Ядро Заполняет Каждый Раз Когда Переключает Процессы И Поскольку Эта Штука Меньше Обычно По Размеру Чем Идентификатор Процесса Но Там Всего 16 Бит Не Больше А Пид Запросто 4 Байта Может Быть Там Какой-то Кусок Этого Пида Превращается В Address Space Identifier И Каждый Раз Когда Процессор Хочет Поискать Какую-то Виртуальную Страницу В ТЛБ Он Перед Этим Конкатенирует Ее С Address Space Identifier Получается Что У нас Одинаковые Виртуальные Адреса Разных Процессов Будут Конкатенироваться С Разными Address Space Identifier И Не Будет Коллизий Потому что Это Не Равно Пиду По Размеру То же Самое Что Кэш Оперативная Память Коллизии Будут Если Получается Коллизия Тогда Приходится Все Виртуальные Адреса Которые Есть В ТЛБ По Старому Адрес Пей Со Старого Процесса Их Приходится Все Инвалидировать Вот Это Кстати То Почему Ладно Еще Посмотрим Дальше Рано Пока Говорите Так Вот Как Это Все Устроено В Ядре В Ядре Странички Это Ну Как Обычно Струк Задача Это Структ Таск Структ Память Это ММ Струк Страница В Ядре Это Структ Пейдж Который Буквально Он Довольно Большая Структура Там В основном На Сек Юнионов Состоит Но Реально По Делу Там Только Три Мембера Это Modified Шарит Инвалид Вот И тут же Виртуальный Адрес Страниц И политика Вытеснения Этих Страниц Ядре Она Работает По ЛРУ То есть Когда Приходит Время Вытеснять Какую-то Страницу Из ТЛБ Вытесняют Ту Которая Меньш Дольше всего Без дела Болтается Самая простая Стратегия Самая действенная И в общем Ядре Она Используется В ядре Тоже Виртуальная Память Ядро Это точно Такой же Процесс Только Более Привилегированный Как И все Остальные Ему Тоже Есть Свои Локаторы В ядре Там Нет У него Липси Которые Мы Используем С молоками Всякими Стр Сепи Никаких Этих Функций Нет Там Алокаторы Там Есть Кмалок Вмалок Не обязательно Название Сомневается То есть То, что Там Есть Алокаторы Тоже Своей Виртуальной Памяти И там Прямо Реализованная Страничка Реализованная Это Дерево Дерево Таблиц Страниц Вот И Каким Образом Присходит Помещение Страницы В ТЛБ Когда Memory Management Unit Не Находит В ТЛБ Нужного Виртуального Номера Виртуальных Страниц Он Вызывает Прерывание Которое Называется PageFault И через Это же Самое Прерывание Работают Copy On Write Через Него Работают Сегментation Фолты В чужую Память Когда Аппаратура Не знает Что делать С какой-то Страницей Оно Вызывает PageFault Обработчик Программный В ядре Сишные Функции Этого PageFault Смотрит Конкретно Что произошло Не нашли Страницу В TLB Пишем В чужую Страницу Пишем В страницу Которой Copy On Write Надо Сделать Если Оказалось Что Страницы В TLB Нету Надо Чтобы Она Там Появилась Ядро Программно А не аппаратно Смотрит Какую Страниц Можно Вытеснить Из этого TLB Вытесняет И кладет Тут Новую И все И Дальше Аппаратура Продолжает Работать Без Участия Ядра До Следующего PageFault А вот Все эти Структурки Все эти Очереди ЛРУ Все это В ядре Обслуживается Важно Понимать Что Оно В ядре Обслуживается Только Тогда Когда Аппаратура Сама Справиться Не Может У нас Не Происходит Такого Что На каждую Запись На Каждое Действие Процесс Консультируется С ядром А можно Мне сюда Писать Нельзя Можно Нельзя Что Это На Аппаратном Уровне Делается А ядро Просто Помощник Аппаратуры И Посредник Аппаратурой Для наших Процессов И Теперь Мы Возвращаемся К мелдауну Как Я уже Сказал Ядро Это Виртуальная Память Но Ядро В отличии От всех Остальных Процессов В отличии От всех Остальных Процессов Знает Про Все остальные Процессы И про Их Адресные Пространства То есть Как я уже Показывал На всех Прошлых Лекциях В структ Таск Структе Буквально Есть указатель На стэк Процесса И в ядре Есть указатель Структ Таск Структа Всех Процессов Какие только В системе Есть Какие Зомби Не Зомби То есть Ядро Знает Про всех Как так Получается Что Вот В разных Юзерских Процессах Один и Тоже Виртуальный Адрес Он указывает На разную Физическую Память Когда ядро Мы берем И какой-нибудь Произвольный Юзерских Процесс Там этого Не происходит Не происходит Это из-за Того Что В ядре Ядро Когда стартует Оно Резервирует Во всех Виртуальных Адресах Всех Процессов Диапазон Вот От этого С Куча Нулей До Самого Высокого То есть Когда я Говорил Что У нас Память Процесса Разделяется На сегменты Заканчивающиеся Здесь Вот N В Мэтт На самом деле Была Не совсем Правда Там Еще Выше Есть Адрес Ядра То есть Ядро В каждом Процессе Мапит Свою Память И Процесс Не может К ней Получить Доступ Только Из-за Того Что Там Помещено Флажками Что Нельзя Просто Ее Взять И Прочитать На самом деле В каждом Процессе Есть Адреса Ядра И За счет Этого Получается Что Когда Какой-нибудь Ядерный Обработчик Что-то Делает С Процессом У него Никогда Адреса Ядра Не Пересекаются С Адресами Юзерского Процесса И Мы Можем Спокойно Въядрять С Этим Работать Ну И Как раз Из-за Этого Появилась Уязвимость Мил Даун Что У нас Адреса Ядра В Процесс Видны И Даже Замаплены В адресное Пространство Процесс Мы Просто Якобы Не Можем Прочитать Мил Даун Прочитать Смог Фикс Этого Мил Дауна Заключался В том Что Просто Перестали Мапить Почти Все Адреса Ядра В Адресное Пространство Процесс И Все И Получалось Так Что Когда Начинается Опять Это Спекулирование Процессора Он Пытается Прожать Выполнение Не Может Поднять В кэш Ту Штучку На Которую Мы Рассчитываем Потом Прочитать И Все Валится Еще Раньше И Мил Даун Не Срабатывает На Самом Деле Он Не Все Страницы Этот Патч Который Чинил Мил Даун Не Все Страницы Выгружает Из Адресного Пространства Для Системных Вызовов Там Например Всякие Таблички Еще Остались Они Безобидны Они В Открытом Доступе Лежат Изначально Эта Штука Была Нужна Не Только Для Того Чтобы Изолировать Адресное Пространство Ядра От Адресного Пространства Процесса Оно Должно Было Быть Именно Замаплено В Адресное Пространство Процесса Как Будто На Все Ядро Сделали Мап В Каждом Процессе Который Мы Создали И За счет Этого ТЛБ Не Инвалидировался Когда Мы Переключали То есть Адрес Space Identifier Можно Было Не Менять И Системные Вызовы И Всякие Лукап И В ТЛБ Они Продолжали Работать Даже Когда Мы В Контексте Ядра Уходили Системных Вызовах Ну И Вот И Все Это На самом деле Картинка Она Больше 32 Бит Но Архитектура Вот У 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 Физическая Память Больше Чем Максимум Можно Замапить Виртуальной Память Когда У У 64 Бита Такое Невозможно Практически Когда У 32 Бита На Адрес Такое Вполне Себе Было Возможно Поэтому 3 Гигабайта Этого Адресного Пространства Выделялись Для Пользователей Для Ядра Выделялось 800 Мегабайт А не Оставшиеся Гигабайты Еще Примерно 200 Мегабайт Был Виртуальных Адресов И Ядру Вдруг Понадобится Что-то Прочитать Из Другой Физической Памяти У Него Просто Адресов Не Хватит На Это А Если Ядру Не Хватает Памяти Выделить То Вся Система Она Падает Это Не Просто Южерский Процесс У которого Молок Обвалился Если Ядро Не Может Поднять Память То Это Все Поэтому 200 Мегабайт Держалось Незамапленным Никуда Ни В Ядро Ни В Южерский Процесс Ядро Иногда Могло Это Использовать Чтобы Кусочками По 200 Мегабайт Что-то Из Физической Памяти Доставать Менять И Такая Штука Называлась High Memory И Low Memory И Вот Эти 200 Мегабайт Это Было High Memory Типа Память Которая Мапится В экстренном Случа Заначка И Все Остальное Лом Мемори А Когда Адреса Стали 64 Битные То Это Все Потеряло Смысл Такое Понятие High Memory И Low Memory Оно Кануло В Лету И Теперь Оно Актуально Только На Старых 32 Битных Машинах Такой Экскурс В Историю Вот Теперь Можно Поговорить Про Патчи Которые Чинили Уязвимости В Ядре В том числе Исправлял Мелдаун Был Патч Castler Kernel Address Pace Layout Randomization Дело В том Что Существовала Такая Ну Когда Ядро Только Появилось Разработчики Были Наивные Кому Надо Взламывать Ядро Это Опен Сорс Продукт Что Там Кому То Надо Но Как раз Из-за То Что Опен Сор Продукт Любой Злоумышленник Мог Найти Баги В Ядре Которые Позволяли Делать Там Инъекции Shell Кода Получать Привилегии Рута Привилегии Вплоть до Привилегии Ядра И Хакеры Активно Использовали То Что Ядро Всегда Ложилось В Адреса Вот В те Самые Вот 0xc Куча Нулей До Кучи Эфок Вот В этот Самый Топовый Сегмент Ядро Всегда Ложилось И Можно Было Всегда Сказать Прочитать Память Ядра Определенным Образом Открыв Закрыв Сокет И Что-то Туда Получив Сообщение Короче Через Через Функцию Которые Получают Сообщение Из Сокета Можно Было Сделать Такую Инъекцию Что Можно Было Читать Ядро Там Не Привилегии В Коде Ядра И Зная Куда Как бы Войти Что Можно Оттуда Прочитать И Зная Конкретные Адреса Можно Было Прочитать Что Угодно И Появилась Такая Штука Что Когда Ядро Запускается Оно Рандомно Выбирает Область Памяти В Которую Оно Вставится И Это Уже Стало Не Обязательно Верхняя Кучка Адресов Которые От 0xc 0 И До f Но Могло В любое Место Засесть И В итоге Эксплойты Которые На Это Рассчитывали Перестали Работать Нужно Было Это Детектить В рантайме В какое Оно Место Село Плюс Можно Еще В коде Ядра Встретить Почти В каждой Структуре Такой Макрос Который Перемешивает Мемберы Структуры Добавляет Паддинги Всякую Фигню И Если Рассчитываешь Что У тебя Статическая Переменная По Такому Адресу Это Гигантская Структура Она У тебя Там Будет Вся Перемешана Замешана Паддингами Мемберы Будут Местами Переставлены И В итоге Все Эти Атаки Стали Довольно Тяжелыми Тем более Что Они Чинятся Обычными Поправками Кода В отличие От Мелдауна Который Поправкой Кода Немножко Побил Перф В идеале Его Надо Чинить На Уровне Аппаратуры И Мы Переходим К следующему Пачу Который Чинил Мелдаун Это Kernel Adres Isolation To Have Side Channels Efficiently Removed Такое Длинное Название Читается Как Kaiser Он Перестает Мапить Память Ядра В память Процесса Почти Полностью И Когда Процессор Пытается Спекулировать Он Просто Адреса Не Находят ЛБ И Все У Не Получается Прочитать Память Ядра Или Получается Только Безобидную Которую Читай Сколько Угодно Как Были Поэтому Не Очень Понятно Каким Образом Там Системные Вызовы Прям Так Сильно Замедлились Если Если Та Часть Которая Отвечает За Системные Вызовы Осталась Замапленной И Этот Патч Он Не Только Чинит Meltdown Он Еще И На На 32-битной Архитектуре Я говорил Там Всего 4 гигабайта Виртуальной Памяти Одну Из которых 1 гигабайт Занимает Ядро Если Этот патч Переменить На 32-битной Архитектуре Вообще Забыв Про Meltdown Получится Что Юзерский Процесс Сможет Маппить Все 4 гигабайта Такая Штукенция Приятная Побочный Эффект Но Вообще Изначально Эта штука Вроде Как Против Meltdown Она специально Задумывалась Вот И на этом Мы посмотрели Всю виртуальную Память Влиять Мы Как уже Понятно На физическую Память На кэши Напрямую Мы не можем Никак Единственное Что мы можем Сделать Это Давать Какие-то Подсказки ТЛБ Процессору С всем этим Memory Management Unit Это Какие-то Инструкции Процессора Могут быть Которые В компиляторе Доступны Через Всякие Страшные Define Вроде Built-in Prefetch Когда Мы просим Процессор Заранее Подкачать Страницу Built-in Expect Когда Мы Подсказываем Процессору Куда Спекулировать Или Есть Такой Системный Вызов M-Advise Когда Я вначале Говорил Про то Для чего Нужен Кэш И что Он эксплуатирует Что Пространственную Локальность Данных Системным Вызовом M-Advise Можно На конкретную Область Памяти Виртуальной Сказать Что Мы Ее Почти Всегда Будем Акцессить Последовательно И поэтому Ты Процессор Можешь Подкачивать Ее Последовательно По мере Того Как Мы По ней Идем Вот Такая Высокоуровневая Подсказка Есть Она Вообще На самом деле Там Больше На уровне Ядра Работает Чем На уровне Процессора Ядро Просто Знает Что Какой-то Page Fold Случается Можно Сразу Несколько Страниц Подряд Подтянуть Page Fold Будет Меньше Или Можно Наоборот Сказать Эту Память Мы Полностью Рандомно Аксессием Даже Не стараясь Эти Страницы Как-то Вместе Подкачивать Все Эти Штуки Передаются Через Параметр Advice Проще В money Посмотреть Какие У него Значения Я не буду Перечислять Вообще Все Эти Подсказки Довольно Мифические Вещи Которые Очень Редко Где Нужны Я Не знаю Где Реально Кроме Ядра Их В некоторых Местах Очень Горячих Вот И мы Можем Маппить Виртуальную Память Хотя Физической У нас Доступа Нет У нас Есть Целое Великое Множество Разных Функций По работе С виртуальной Памятью Это Мап Про Которые Я уже Говорил На Прошлых Лекциях Что Мы Можем Подкачать Прям Взять Множество Страниц Подкачать Память Виртуально И Они Замаппятся Там Всякие Лбшки И Все Такое Можно Использовать Брк Чтобы Кучу Расширять Которые На самом деле В современных Версиях Ядра Уже Становится Не Нужен Поскольку Он Делает То же Самое Что Мап Можно Алоцировать Память На Стейке При Помощи Функции Аллока Можно Алоцировать При Помощи Маллока Которые За Нас Скрывают И Мапы Брк И Практически Все Самые Скучные Детали Именно Про Маллок Мы Сейчас Немножко Успеем Поговорить Мы Его Уже Коснулись На Одной Из Лекций Сказав Что Маллок Это Такая Штука Которая Аллоцирует Большие Куски Памяти Размечает Их На Куски Памяти Поменьше Эти Куски Памяти Поменьше На Еще Куски Памяти Поменьше И Получается Такая Иерархия Кусочков Памяти Растут По Размеру С Каким То Шагом Вот Они Не Просто Размечаются На Куски Они Связываются В Списке И Маллок Он Внутри Поддерживает У себя Глобальный Список Того Какие Блоки Какого Размера Свободны Когда Мы Него Просим Какую Нибудь Память Сказав Маллок Он Округляет До Рисовать Там Очень Много Чанков Они Начинаются У него С 8 Байт Потом Идут Шажками По 8 Байт До 512 Байт То Есть Там Список Блоков По 8 Байт Список Блоков По 16 Список Блоков По 24 Ближайшего Округляет И нам Один Из них Возвращает Если Есть Если Нет Идет Побольше Вернет Если Он Не Найдет Чего Побольше Вернуть Тогда Он Заново Сделает Мап Чтобы У Ядра Больше Памяти Попросить Или Брк За Нас Все Это Захендлет И В Каждый Блок Памяти Который Он Возвращает Он Возвращает Не Начало Блока Памяти Он Оперирует Вот Такими Штуками А Нам Возвращает Указатель Только На Это То Если Сделать Это Зависит От Реализации Я По Отрицательному Смещению Получается Можно Прочитать Заголовок Там Будет Написан Размер Причем Размер Не тот Который Мы Попросили Размер Всего Блока Тот Размер Который Мы Попросили Молоко Запоминать Необязательно После Округления Может Забыть И Все Но Не Нужен В этом Заголовке Он Хранит Ссылки На Предыдущую Область Памяти На Следующую Являются Предыдущие Или Следующие Область Памяти Свободными Поскольку У нас Это Все Большая Непрерывная Область Памяти То Молок Должен Очень Стараться Уменьшить Фрагментацию Потому Что Задырявит Память Мы Ни одного Цельного Куска Потом Большущего Не Сможем Аллацировать Поэтому У него Довольно Много Довольно Много Кода Занимается Уменьшением Фрагментации Одно Из Ухищрений Состоит В том Что Когда Мы Что-то Освобождаем Это Мы Пишем Фритом Он Берет Ну Делает Шаг Назад От Указателя Который Мы Фри Делаем Помечает Того Как Свободный А потом Смотрит Следующий Кусок Памяти Свободен Или Нет Если Он Свободен То Он Их Объединит Если Предыдущий Свободен Он Их Объединит То Он Старается Гранулированность Этой Памяти Сделать Как Можно Меньше Чтобы Вот Этих Блоков Было Как Можно Больше Тогда Когда У Молока Попросит Большой Кусок Памяти Он Не Потеряется И Вернет Сразу Не Пытаясь Что-то У Ядра Еще Просить Вот Ну И Все Эти Блоки Памяти Они Связаны Список То Есть Когда Мы Просим Аллоцировать Блок Какого-то Размера У Него Есть Список Свободных Блоков Которые Не Обязательно Идут Подряд Может Этот Указывает Сюда Этот Сюда Этот Сюда Есть Такая Структура Называется Freelist Стандартная Структура Данных Ее Суть В том Что В ней Можно За О От Единицы Класть Элементы И Доставать И Она Работает Вроде Как Стэк Только Не Непрерывный Там Проще Прочитать Это Очень Простая Структура Данных Мы Не будем Сейчас Разбирать Но Суть В том Что Он Во Фрилисте Хранит Эти Блоки И Когда Мы Просим У него Какой-то Блок Памяти Он Не Бегает Ищет Судорожно По Всем Свободным Кускам А Просто Из Нужного Списка Достает И Все Вот А Вот Эта Штука Большущая Которая Он Мапит И Которых Много Они Называются Аренами И Бьются Они На Слабы И Более Менее Все Реально Практически Походу Все Локаторы Которые Реально Какую-то Производительность Серьезную Показывают Работают Похожим Образом Это Так Называется Слабо Локатор Мы Берем Выделяем Огромные Арены Памяти Непрерывной Размечаем На Слабы Слабы Можно Размечать Это Уже Сейчас Я Не Про Молок Говорю Слабы Можно Размечать Не Только На Просто Как Куски Памяти Какого-то Размера Можно Еще Делать Из них Мемпул Мемпул Это Когда Мы Берем И У нас Например Есть Объект Который Структ Что-то Там И Мы Очень Часто В Программе Освобождаем И Аллоцируем Вместо Чтобы Каждый Раз Бегать В Молок Можно Завести Список Можно Когда Мы Структуру Освобождаем Не Возвращать В Молок Как Фри А В Глобальном Буфере Держать Список Свободных Этих Структурок Фри Лист То есть Вместо Блоков Памяти Здесь Появляются Структурки Свободные Которые Можно Оттуда Забирать Инициализировать Класть Обратно И так Мы Избегаем Вызовов Молока И потенциально Системных Вызовов То есть Получается Такая Иерархия Снизу Самого Идет Арена Арена Раздает Память Слабым Слабый Раздает Память Мемпулам И Просто Кусками И в Тарантуле Тоже Есть Алокатор Свой Тоже На слабых Тоже На аренах Вот Но Тем не менее Кажется Сложное Что Все Что Я Тут Объяснял Но Молок Это Одна Из Простых Реализаций Стандартных Алокаторов А Как Реолог Работает Я думаю Все поняли Да Когда Мы Зовем Реолог Он Просто Берет Двигает Указатель Сможет Смотрит Сюда Помещается Новый Размер Или Нет И Все За Реологом Там Никакого Рокет Сенса Не Стоит Так Вот Помимо Молока Есть Еще Другие Реализации Стандартных Алокаторов Самый Известный Из Них Это J.E. Молок И TC Молок J.E. Молок Это Такой Локатор Который Парень Из Фейсбука Написал Когда-то В 2005 Году И Оказалось Что Он Работает Вроде Как На Фейсбуковской Нагрузке Лучше Чем Молок И Они Стали Его Использовать Зов Опен Сорсили Он Под Лицензией БСД Это Типа Даже Еще Более Свободная Лицензия Чем GNU Поэтому J.E. Молок Может Любой Взять Патчить Себе В Проект Там Забирать Он Вроде Как Реально На Серьезных Нагрузках Показывает Себя Луже Чем Молок Причем Можно Даже Объяснить Почему Обычно Объясняют Так Что Молок Он Он Не Учитывает Он Он Как Б Может Работать Во Многих Тредах Мы Можем В Разных Тредах Звать Молок Он Будет Из Одной Той Кучи Выделять Молок У него Там Всякие Локи Есть Спин Локи Ютекс И Прочие Синхронизируют Доступ К Аренам Памяти К Могут Шариться Между Тредами Есть Так Подход Когда На Каждый Тред Создается Своя Арена И Локи Ей Не Нужны J.E. Молок Он Делает Что-то Примежуточное У него На Группу Тредов Если Тредов Много Делается Своя Арена То есть Там 8 Тредов На Каждую Пару Тредов Будет Своя Арена И Поэтому Конкуренция За Каждую Большую Арену Которая Потом Уже На Слабый На Объект И Бьется Она Будет Меньше Ей J.E. Молок Возможно Поэтому Показывает Больший Перв Но С Не Используется А Другой Ему Ей Два Хватает Чужую Арену Забрать Не Может Но Такой Прожорливый Но Вроде Как Быстрый И Старантуле Мы Брали Вместо Молока Пытались Че-то Там Чуть Не В Десять Раз Он Быстрее Оказался На Нагрузке Такой Обычные Транзакции Много Тредовая Есть Еще TC Молок Я Боюсь Там Просто Осцилляция Начнется Что Арены Будут Туда Сюда Бегать Если Треды Будут Примерно Одинаково Память Олок И Постоянно Упираться В Патолок Я Не Знаю Что С Этим Сделать Это Просто Опять Будет Конкуренция Между Разными Тредами А тут Ее Пытаются Уменьшить Треды Друг С Друг С Молок Кстати Делает Что-то Похожее Только Только Он На Каждый Тред Создает Арену Типа Это Такая Супер Оптимизация От Гугла Тс Молок Гугл Написал Его Продвигают Как Такой Супер Быстрый Быстрее Чем Молок Чем Ге Молок На самом Деле Я Даже Не Пробовал Его Использовать Не Знаю Сколько Он Быстрее Я Сравнивал Только Ге Молок Тарантуль Ски Аллокатор Обычный Молок Казалось Что Ге Молок В Серединке Стоит Но Там От Нагрузки Зависит Специализированный Аллокатор Он Всегда Для Специально Структура Данных Тарантов Там Имеем Пулы И все На свете И слабо Подобранного Размера А вот Еще Что Ге Молок Делает Молок Насколько Я Помню Он Он Не Выравнивает Страницы По Размеру Он Не Выравнивает Слабый По Размеру Страницы 4 Килобайта Вот Этих Дело В том Что Если По Страницам Не Выравнивать Более Физических Страниц И Это Будет Большая Нагрузка На ТЛБ Потому Что Эту Виртуальную Память Она Два Раза Появится В ТЛБ И Будет В общем Фигово А Жемолок Выравнивает По Размеру Страницы Не Знаю Как ТСимолок Наверное Тоже Выравнивает Жемолок Точно Выравнивает Возможно В этом Тоже Ключ Его Тирф Киллер Фичер Фичер Его Вот И Самая Прикольная Штука Во всех Этих Локаторах Что Их Можно Они Могут Заменять Молок Просто Пересборкой Кода То есть Жемолок Там Да Там Есть Буквально Функция Жемолок Но У нее Есть Алиас Который Называется Тоже Молок И Когда Мы Собираем Программу Там На Уровне Линкера Оригинальный Молок Символ Оригинального Молока Подменяется На Символы GE Молок Молока И Получается Что Мы Просто Пересобираем Код Другой Библиотечкой И Там Молоки Все Подменяются На GE Молоки Так Можно Тестировать Свою Программу На Разных Аллокаторах Не Меняя Ни Строчки Кода Кроме Make Файла Какого Нибудь Или Что Там Используется В Проекте То же Самое TC Молок Он Тоже Может Молок Заменить И Строчки Кода Менять Не Придется Даже Стандартный Молок По-моему Имеет Несколько Реализаций Возможно Даже В рамках Одного И Того Ж Гну Проекта Этого Как Мы Видели Молок Он Тут Не Хранит Память Которую Ему Оригинально Передали Есть Реализации Молока Которые Здесь В Заголовок Еще Добавляют Вот Этот Оригинальный Сайз И так Можно Статистику Собирать Утечки Там Трекать Можно Сделать Обертку Над Молоком Которые Знают Хедер Вычитывает Смотрит Статистику Потребления Памяти Например Сколько Мы На Молок Их На Выделяли Но Вообще Практически Во всех Аллокаторах Даже Которые Эту Штуку Не Запоминают Можно Узнать Вот Этот Размер На И на Маке И на Линуксе Есть Две Функции По-разному Называются Молокет Сайз Или Молсайз Что-то Такое Есть Ну Короче Есть Способ Узнать Обычно Это Для Статистики Используется Молок Заворачивают Какую Нить Обертку И Просто Собирают Статистику Сколько Кучи Потреблено Чтобы Как Нимать Юзер Френдли Это Потом Показывать Так Ну И В общем То Это Все Самый Высокий Уровень Памяти Виртуальный Больше Ничего Нет Так Что С Памятью Мы С Вами Разобрались Есть Ли Какие Нибудь Вопросы Перед Тем Как Перейдем К Второму Браку Всем Все Понятно Хорошо Тогда Второй Прак На Тоже Самое Две Недели Можно Получить 15 Балов Можно 20 25 Сдавать Все Точно Так же Значка Следующая Она По В основном Она По Процессам Их Взаимодействия Ну и Немножко По Памяти Потому Что Мы Сегодня Говорили Суть В том Что Вам Пишите Всякие Команды Типа ЛС ЦД Там Прочее Разумеется Реализовывать Самому Все Эти ЛС ЦД И Прочие Команды Не Нужны Вам Нужно Использовать Функции Форк Exec VE Exec LE Вот Эти Exec Функции Всякие Там На Гитхабе Подробнее Написано Здесь Только Начало Подробнее Написано Что Конкретно Использовать Здесь Самое Сложное Реализовать Вот Эти Вот Штукенции Пайп И Перенаправление Ввода Вывода Вам Нужно Сделать Чтобы Можно Было В Терминале Вот В Вашем Писать Команды Разделяем Значком Пайпа И Перенаправлять Вывод Одной Команды На Ввод Другой Точно Так Как Обычный Терминал Делает Сделать Это Нужно Без Всяких Вызовов Типа System Попен Для Всего Читерства Надо Сделать На Сырых Пайпах Не Запрещается Открыть Реализацию Попена И Посмотреть Что Он Делает На Сам Деле Можно И Мою Лекцию Открыть Там Очень Похожий Пример Уже Есть Который Перенаправляет Вывод Одного Потока На Ввод Другого Все Что Вам Ну и Помимо Пайпа Нужно Сделать Перенаправление В Файл Какого Нибудь Потока Ввода Или Потока Вывода Типа Там Знаю В примере Пишу Эхо Что Нибудь И Перенаправить Это Значком В Файл Тоже Все Делается Через Через Дуп Пайпы Там Все Три Главных Функции Дуп Дуп Два И Пайп Не Считая Форка Для Вот Манипуляций С файловыми Дескрипторами Задача Выглядит Сложной На самом деле Она Не Очень Сложная Если Сесть И Начать Делать Просто Все Будет Можно Начать С того Что Хотя Сделайте Без Пайпов Без Перенаправлений Просто Форк Который Делает Экзек В Е Там И Все Хотя Без Этого Начать Потом Сделайте Что Там У Вас Этот Форк Перенаправляет Вывод То есть Что Можно Просто Только Одну Команду Вести А потом Расширить Ее Он Легко Уже Расширяется До Того Чтобы Можно Было Много Команд Писать Ну Команды Должны Принимать Параметры Понятное Дело Как Обычном Терминале Там В Текстовом Писании Задачи По ссылке Есть Примеры Которые Должны Работать И Там Тоже Можно Получить Больше 100% Баллов Если Хотите Получить Двадцатку Баллов То Можно Еще Сделать Дополнительно Операции Логические Операции То есть Когда Мы Пишем Там Команда Два Амперсанда Команда Тогда У нас Вторая Команда Выполнится Только Если Первая Завершилась Успешно То есть Вернул От возврата Ноль Как Мы В Мейни Ретурн Ноль Пишем То же Самое С Двумя Черточками Типа Ну То есть Просто Или Реализовать В терминале Они Есть Можете Там Потестить И На 25 Сделать Еще Одну Команду Это Когда Можно Асинхронно Задачу Запускать Мы Пишем Команду В конце Пишем Амперсант И Она Фоне Запускается В Принципе Это Все Несложно Напиливается Если Базу Сделать Лучше Делать Не В Последний День А Чуть Чуть Каждый День 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 Продолжение следует...